Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 34-й день месяца Юг и Стужа, 7524 лета неделя. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть». И главный соведущий Сергеев Юрий Васильевич. Здравия тебе, Юрий Васильевич! Здравия! Я писатель. Роман «Княжи Остров», наверное, кто-то читал мой. «Становой хребет» роман. И вот мне приходилось встречаться с удивительными людьми в свое время. Я встречался с Угловым, такой академик Углов был, Ленинград тогда еще был, не Питер. И вот у Ганичева, представитель своего писателя дома, мы собирались, дважды мы с ним встречались. И он вдруг увидел, что я курю, выхожу курить. И он мне говорит, Юрочка, приезжай ко мне в Ленинград. А Углов, он до 103 лет делал операцию. В основном он был по легким специалист такой, классный. Я тебе покажу легкие курильщика. Там остались одни сосудики, которые для воздуха. Остальное все за гнилое висит, как гнилая тряпка. Это был первый такой серьезный удар. Я казак. Образ мой, образное мышление развито. Я представлял, что у меня висят там половая тряпка вместо легких. И курить бросил. И вот потихоньку, помаленьку начал. Сейчас езжу по школам, приглашают меня по институтам. С лекциями. И вот, знаете, есть положительные, очень интересные такие отзывы и качества. Что уже десятки, может и сотни молодых девчат бросили курить. Да и ребят тоже. Вот один из таких примеров я вам приведу. В Сибири, на Урале вернее, экономический университет. Меня пригласили, это года три было назад, пригласили там выступить как писатель перед студентами. Подходим мы с доцентом кафедры, подходим к университету. И вдруг ей звонок по телефону, по сотам. Она трубку берет и говорит, мне потом поговорила, говорит, Дюйр Васильевич, нас ждут на кафедре 122 студентки и 4 студента. Студенты ни один не курят. Студентки курят поголовно, все. Я думаю, ну я козы вам сейчас сделаю. Заходим на кафедру. А что им писатель? Они же сейчас, студенты, мало читают, если так мягко сказать. Вообще не читают. Компьютеры, вот эти, смс-ки, сидят смс-ки, посылают, пихаются друг к другу, там разговаривают. И вот я, если бы я начал говорить, девчата, не курить это плохо, они меня даже не услышали бы. Главное здесь, прорыв на подсознание. Сознание что-то может отвергнуть, подсознание не может. Это все. Это уже остается навеки. И я не стал их уговаривать бросить курить, а просто как пример. Говорю, у меня в Москве есть друг. Я могу даже, если славрадио ее пригласить. Доктор наук, значит, Женя Долгорукий, мой хороший старый друг. Он хирург, гинеколог. Он отучил от Курева с одного раза более ста молодых девчонок и молодых женщин. С одного раза. И тут толпа начала, студенток-то начал потихонечку смолкать. И спрашивает, а как с одного раза? Они все-таки понимают, что они делают плохо. А я говорю, что я ничего не придумаю. Как он мне рассказывал, так и вам рассказываю. Иду в клинику. Работает в элитной клинике. Хирург. Иду в клинику утром на работу. Смотрю, сирень забилась около клиники. На территории нельзя курить. Забилась молодая студентка или медсестра новенькая. И аж жует эти тоненькие сигаретки. Ну, я подхожу к ней, начинаю как лошади глядывать со всех сторон. Она говорит, как вы все ведете? Вы что ко мне пристали? Я, говорит, вытаскиваю из кармана удостоверение. Говорю, девушка, вот я доктор наук, ведущий хирург здесь. Вы мне глянулись. Я с вас сделал операционную сестру. Пойдем-то на операцию. Зарплата в 2-3 раза выше, чем у обычных там сестер. Ну, и когда, говорит, говорю про зарплату, как правило, не соглашаются. Я привожу свой бокс. А у него в день от 6 до 10 кесаревых сечений только. Можете представить, такое нагрузка? Я вот, говорит, привожу в бокс. Мои медсестры, говорит, мои все приколы знают. Они эту новенькую моют в душе. На нее халат, маску, шапочку. И по правую руку, около, значит, меня, в операционную стола вставят. А на операцию я беру куряку. Мне уже докладывают там медсестры, что кто ночью голову высовывает в форточку, кто курит постоянно, весь процесс беременности. По его словам, всего слов, таких сейчас в Москве 64%. Можете представить? 64% убийц, которые убивают ребенка себе. Ну и такой укладывают на стол мне. Я делаю разрез. Надо уже, откачка вод, около плодных идет. Уже надо вынимать ребенка. И в нарушении всех законов хирургии, септики там, все... Я правой рукой схватаю девочку, которая курила на улице за шивро, как кошку, а левой рукой срываю маску с нее. И носом в эту дру, в развернутый живот. А там зловоние, закисшие пепельницы. Вот вы когда-нибудь в подъезде слышали запах вот этого, когда сгнивает сигарета, никотин такой вонючий? Кошмар. И вот такой бис пошел по аудитории. Фу, какая мерзость, какая гадость. Зачем он вам это рассказывает? А все. Таракан уже у них там, в мозгах. Он уже останется навсегда. И пока они там еще что-то переговариваются еще, там возмущаются. Я еще говорю, послушайте, о чем он говорил. Вот у вас в девичестве такой процесс проходит еще в девичестве. Около позвоночника такие есть пазухи, складики такие, куда откладываются дополнительные кальции. Для строительства, когда понесете ребенка, для строительства скелета, будучи ребенком, дополнительная база такая. Но девичий организм такой же простой и наивный, как русская душа. Он не отличает кальций от радиоактивного струнца. Еще полторы тысячи всякой мерзости, полторы тысячи веществ в сигарете находятся. Это все абсорбируется, откладывается на полочки. И когда ребенок зачат, начинает расти скелет его, и вся эта гнусь, вся эта мерзость вбрасывается в него. Но, как правило, он еще, Женя, мне говорил, что было два случая в его практике, когда живот скрыл, чтобы забирать ребенка, а там черные воды. Можешь представить, мама что-то курилась. Околоплодные воды черные и ребенок серый. Да даже так, как правило, два-три дня ребенок серый, если просто куряк, который курил весь процент древности. Это убийцы. И вот я когда выступаю в школах, в прошлом году выступал, 500 человек в школу тут. Было в старшеклассниках с 1 до ЕГЭ. Я такой один, опять же, новый непросознальный эксперимент провел, мне очень понравился. Я говорю, когда я все им сказал, девчата морщатся, кривятся все. Я говорю к ребятам, ребята, слушайте меня внимательно. Никогда не женитесь на девушке, которая курит. Это убийство вашего рода. Она никогда здорового наследника не родит. И вот тут-то девчата, знаете как, тут же сидят вокруг женихи, сидят. Такой ударом по этому. Работает, работает это все. Система на уровне подсознания. Мне очень многие говорили спасибо. Потом я провожу семинары по золотому щиту. Золотой щит казачьи спас на хапре. Желающий приезжать в этом году. За прошлом году у меня было на этом семинаре 5000 человек на показательных выступлениях. 48 казачьих хоров принимали участие. На берегу хапра неделю живем с 22 июля по 1 августа. 30 июля будет показательное выступление. Здоровый образ жизни. Сейчас все вот эти пьянки, все это уже не модно. И вот начал я этот семинар в 2009 году. Ирина, одна такая девушка, молодая женщина с Волгограда, привезла семерых ребятишек таких, вот знаете, второй, третий класс. А в прошлом году они уже выше меня все стоят оруют. Ну, представляете, 2009 год и какой сейчас. Я подхожу с ним, так жалею, что камеру не включил. Я говорю, ну что, ребята, вам дал золотой щит за 6 лет? Они так отбит, чего на меня оградают. Юрий Васильевич, а чем вы говорите? Мы живем в самом таком красноармейский район Волгограда. Заводской район, где наркомания, где курева, где пьянка, все эти пиво, водки, всякое разное. Самопальный это алкоголизм. Мы ни один не курим с той поры, как побывали у вас. Наши друзья ни один не курят. И друзья наших друзей тоже ни один не курят. Можете представить? Мы создали моду. И значит, они очень благодарны за то, что мы помним ваш завет. Казак значит трезвый. Единственное, в чем опасность на нас, девчатам, нам еще 17 лет, еще не понимаем, для чего это надо. На нас девчата просто толпой идут, потому что видят, что здоровые мужики. Но это ладно. О куреве, я думаю, что нужно еще долго говорить. Для ребят у меня есть методики, которые что-то бросить курить с одного раза тоже. А давай сейчас я тоже ставлю от себя словечко. Ведь мне давно была мысль сделать серию передач на радио, где опытный человек, который уже проводит такие семинары, не просто бы рассказал лекцию, которых уже сейчас огромное количество в интернете есть, слушай, смотри, сколько хочешь, а провел такие мастер-классы для тех людей, которые также хотят включиться в дело по избавлению нашей страны и вообще нашего славянского мира от этой гадости и пакости. Чтобы опытный человек делился, какие можно проводить эксперименты во время лекции, какие можно находить точки давления, то есть выискиваешь какого-то человека, он тебе вопрос задает, ага, ты от этого вопроса отталкиваешься и вот ему даешь такой ответ, чтобы, как ты правильно сказал, на подсознание действовал, потому что сознание оно отбрасывает, оно начинает умничать, и человек умничает через сознание, а подсознание оно не умничает, оно тупо воспринимает вот это да, вот это нет, все. Вот поэтому хотелось бы вот таких людей, как ты, которые часто общаются с людьми и уже наработали свои методики, приглашать, не просто для того, чтобы лекции читать, а вот именно говорить, вот хотите с человеком поговорить на эту тему или с многими людьми, найдите вот такую-то такую точку воздействия, найдите вот такого-такого человека, и вот через это давайте говорите вот это, вот это, так и так. Ну, давайте, значит, покуривающим, немного вернусь потом. Один генерал-полковник, ГРУ, мне сказал, это еще поставляют в 90-е годы, по их исследованиям, бумага, 100% бумага для сигарет, импортная, заводится к нам, импортная бумага, в этой бумаге специально добавляется наркотик. Вот, обратите внимание, на остановках везде стоят молодые девчата, и они уже жуют эти сигареты, они сидят уже, как на игле, на этих сигаретах, потому что наркоманки становятся. Вот, курива, это страшно, это разъедает все, это уничтожает сознание. Вот, мне мой духовник, старец, или сказал, что, если еще, как-то, может быть, там, случайно, хотя в течение пяти лет он погибает, значит, от героина, там, наркомана, и прочих, а вот от спайсов у него распадается и клеит душа. Спайс страшнее всего. Он уничтожается, душа у него, понимаете? Кто начинает курить этот спайс? Я вообще поражаюсь, как вот можно еще убедить, чтобы не курили столько смертей, столько... Поэтому давайте бросаем. Давайте перейдем к водке. Давай. Значит, меня три раза приглашал в Омске. Есть потрясающее такое боевое братство ветераны Афганистана. Две с половиной тысячи ветеранов Афганистана в Омской области. И там Андрей Иванов, очень тоже афганец, ветеран этого, руководит это, значит, руководит это обществом. боевое братство. И афганцы, когда еще помню в 90-е годы, когда им какие-то пославления были, и когда в Сибири начали свозить заводы ВПК, военно-промышленный комплекс в Китай по цене металлома новейшие станки везли. Просто грузили, резали, все это везли на металлом. Но они мудрые, афганцы-то казались, они прошли школу жизни. И они скупили от Урала до Хабаровска очень крупные станки, металлообрабатывающие станки. У них, например, цех, завод у них свой есть. В цеху стоит, например, фрезерный станок, 13 метров деталь, я сам видел этот станок, в длину, представляете, такую деталь обрабатывает фрезерный станок. Зуборезы, значит, для шагающих экскаваторов, конические, труборезные станки, метр-полтора метра диаметром нарезают резьбы. И у них заказов море на 2-3 года вперед заказов, потому что все настолько сдали, что они мне сами говорили, что сейчас вала сделают для электровоза элементарно, ведущий вал не на чем, нет станков. И вот к ним целая очередь. Я не помню, сколько было зарплат у них до 2000 долларов в те годы, но это лет 5 назад. И вот я приехал к ним, литературные встречи мне устроили, они остановили этот цех, арочный такой, огромный цех, и на втором этаже у них как красный уголок или что-то такое, для сбора стулья стоят, все хорошо, по лестнице мы поднимаемся, последние, а все работяги такие чистенькие, в халатиках, лейбола у них, такое, ну, современное все, станкисты, с электронным управлением, и вот поднимаемся туда наверх, а мне директор завода тоже, афганец, говорит, Юрий Васильевич, можешь что-нибудь сделать? Я говорю, а что такое? Пьют, зараза, как привыкли при советской власти, говорит, по контейнеру, вот после работы, в рабочий время не пьют строго, а после работы, говорит, он куда-нибудь отойдут, на жутце по домам ползут, ну, что это, говорит, ну, попробую, и вот тут был очень образный такой, такая встреча, русские мужики, 55, 60 лет даже, 65, ну, все, которые при советской власти, у всех высшее образование, у них стих исключительно, и вот сидят, я им стихи читаю, прозу свою читаю, значит, интересно, открылась душа таких, все, подсознание, все, они такие, приняли меня они, и тут я говорю, такой пророкационный вопрос, говорю, у вас у кого-нибудь есть интернет? Как они подпрыгнули? Да как у кого-нибудь? У нас у каждого есть интернет, и у детей, и у внуков есть интернет, а что такое? Я ничего не придумываю, ничего, вот сегодня придете, и вы вот, кто слушатели, откройте, Яндекс, узнаете, Яндекс, и найдите, набейте китайский спирт, и смотрите, там около 2000 страниц, подряд все читаете, о том, как на море, целая бригада лесорубов, пали смертью храбрых, от этого спирта, о том, как 75 тысяч литров, китайского спирта, везли через Казахстан, на наши водочные заводы, вот, казахи сделали ее анализ, и вылили, и сожили, вылили, потому что наполовину он был с деклофосом, с ядом, представляете, и вот интересная деталь, вот это, я им говорю, это мне, кстати, стерлил, Герман вытащил эту информацию, 98,8,8 процентов, российских водочных заводов, работают на китайском спирте, можете представить, 98,8, почти 100 процентов, потому что китайский спирт, стоит 6 рублей, 20 копейек, литр, стоил, но это было, вода 4,5, но я думаю, что он не сильно подорожал, и я говорю, вот этим, токарям, фрезеровщикам, говорю, как вы считаете, с чего делают китайский спирт, они так прикикли, один говорит, ну, с риса, наверное, я говорю, да, китайцы вам будут делать с риса спирт, вот вы там же в интернете прочтете, я ничего не придумаю, не вру, и вы прочтете, слушатели, с человеческого говна делают китайский спирт, у них специально собирают, это с дерьма человеческого, можете представить, у них даже машины на этом ездят, на этом спирту, бросают дрожжи, все, бродит такое же, и вот представьте, какая энергетика, какая мерзкая штука, наши мужики пьют это стаканами, вот эту гадостью, спорашивают с китайской, и вот я этим говорю, афганцам-то говорю, так, представьте китайца, Мао Цзэдуновск, можешь представить, к вам спиной, в синем комбинезонье, а что такое, вот представили образ, ну представили, он садится, снимает штаны, садится, вы ему стакан туда, под зад, и полный стакан, дрестуна, и пейте, одно аж вырвал, аж выскочил с этого, ну это же мерзостью поет, наших людей, и наши, какая тут такая, беда просто, чума, на следующий год я приехал, к директору завода, обращаюсь, ну что, пьют, как в прошлом году, говорит, не, ну так, коньячевка, винцо, ну такого, говорит, разгула, ни одной пустой бутылки, говорит, нету, водочной, проняло, поэтому, дорогие радиослушатели, земляки мои, русские люди, посмотрите интернет, почитайте, что вы пьете на новый год, и вообще, на все эти праздники придуманные, спилась уже Россия, особенно казачьи, что это кошмар какой, это, я уже говорил в прошлый раз, что в стаканах, атаман ставит стакан водки на шашку, и пьет, этот стакан с шашки, представляете, шашка это было до революции, белое оружие, святое оружие, если бы вы видели до революции, что он пьет с шашки, этот стакан водяра, с китайского спирта, ему тоже голову отрубили, этой же шашкой, поэтому, я не представляю, что творится у нас в России, поспелись, вот вы знаете, в моей станице, станица Скуришинская родилась, в моей станице, практически нет моих одноклассников, все вымерли от водки, вымерли уже 20-30 лет назад, я вот, приехал, помню, еще лет 20 назад, в Якутии работал начальником строительского участка, деньги были мне, приехал, собрал своих друзей, купил им водки, на берегу реки сидим, они так руки судорожно, так у него дергают все, наливают, закусить там что такое, ну давай, стакан мне, наливают тоже, я не пью, вы верите, искренне изумление, такие широко распахнутые глаза, а как это не пить, какой же ты казак, если ты не пьешь, можешь представить, доблесть казачьей, перевернули в эту, в похоть какую-то, понимаешь, какой же ты казак, если ты не пьешь, так что же, если я казак, я должен упиваться, и вот их уже нет, давно уже нет, еще они только не пили, поэтому, товарищи мои, земляки, русские люди, всегда, открывайте интернет, перед тем, как погулять, и посмотрите, чем вас поят, чем вас поят, для того, чтобы уничтожить русский народ, это геноцид, это орудие геноцида, вот я был, знаете, на Урале, в прошлом году, я проехал более 30 тысяч километров, и вот у них тут врагов наших на Болотной не получилось, они сейчас перекинулись на Урал, все эти либералы, ездят по университетам, там такую гнусь, мне рассказали преподаватели, рассказывают, такое там айтирует молодежь против России, вот такое же, что вы сибиряки, вы не русские, вы сибиряки, такое внушают, понимаете, и вот я проехал по Уралу, сколько там вот елишь по городам уральским, белый и красный магазин, один на одном, белый и красный, белый и красный, белый и красный, понимаете, вот по городу елишь, и особенно северные города, Осеров там вот был, и везде спаивают, умышленно спаивают народ, и особенно молодежь, белый и красный, это белая смерть и красная кровь, отриньтесь от этого, ну и ладно, значит, теперь перейдем к самому главному наркотику, который у нас плачует, четыре года назад я должен был, мне пригласили в Мюнхен, когда мой роман «Княжи остров» у немцев, у русских немцев, которые выехали туда, пользовался большим успехом, они закупали прям машинами, приезжали, по 10 рублей мне покупали, а там еще до евро 265 марок стоила одна книжка моя, «Княжи остров», она очень популярна была, она и есть, наверное, в Германии, и вот они пригласили меня в Мюнхен, а девушка, ну как не девушка, она уже туда тоже 20 лет назад уехала, дочь там родила, и, кстати, она оттуда удрала, и сейчас и зять еще немцев привезла, она в Краснодарском крае живет, значит, и вот она мне рассказала, я сначала в шоке был, она информацию такую дала, что раньше пиво и у нас, в Татарстане, в Адмуртии, в Башкирии, были целые поля, столбы стояли телеграфные, выращивали хмель, знаете, такой вьющийся на кустах, он такой с бубышечками для пива, но лет 35 назад эти все поля исчезли, все распахали, все убрали, кажется, немцы придумали новый, значит, новый, значит, для, чтобы пиво бродило, новый хмель, искусственный, его делают со скоба, с костей животных, можете представить, на ребрах, вот там пленки-то и все собирают, и делают очень быстро, этот, бродит пиво, в течение 4 дней становится готовым, но, оно бьет по низу живота, и мужиков, и женщин, мужиков, и женщин, значит, женщины начинают грубеть, мужчины начинают обабливаться, начинается живот расти, задница, груди растут, и, вот с ее слов, представляете, 5 лет назад, с ее слов, статистика, вам привожу статистику, 40% немцев до 30 лет в Германии, молодые считают, до 30 лет, им полный импотент, можете представить, импотент из-за пива, а его так прогрессивно, так его накачивают, фестивали, вы, наверное, в интернете можете посмотреть, какие-то фестивали, когда валяются все в блевотине, все молодежь там, это специально просто идет, в 12 идет уничтожение белой расы, и вот, тут приезжал один немец, я уж не буду имя говорить, не дай бог там еще что-то сделают, мы встречались тут в фонде одном, потом он мне дома был, и вот, я у него спрашиваю, Дим, а вообще это правда что ли, 40% немцев до 30 лет импотент у вас в Германии, а он тоже 15 лет назад уехал с Алтая, и так искренне, когда я уезжал в Германию, такая была пропаганда, я вас русских ненавидел, я говорю, Дим, а почему ты нас ненавидел, а потому что вы нас победили, я говорю, вот мы вас звали сюда, со всей, с Ордой, мы вас победили, а сейчас, говорит, ненавижу, там бесполезно все, настолько все запуганы этими холокосами, все никого не поднимешь, никого ничего не бесполезно, народ, говорит, очемелый, совершенно верит телевизору, верит этим всем пивным этим фестивалям, что это хорошо, что это там, ну и короче, я у него спрашиваю, ну, что, правда что ли, что не верится такая статистика, что 40% немцев до 30 лет импотенты, он говорит, Юрий Васильевич, не 40%, а 80%, у меня, говорят, друзья, уже в таком, уже гражданском браке, и так вот поженились, а бесполезно, не могут зачать ребенка, потому что, вот эти дрожжи, уничтожают, полностью, детородность, и способность рожать детей, и у мужчин, и у женщин, и он мне спрашивает, вот как, ты считаешь, очередь, самая большая в Германии, куда, ну, как куда, не за хлебом же, наверное, все, к врачам, косметологам, можете проверить это, вот в интернете, набрать, а я как косметолог, почему молодежь туда ломится, молодые парни, 23, 24, 25 лет, в очереди, встает месяцами, чтобы отрезать все женские груди, представляете, титки женские растут, от пива от этого, и вот эти косметологи, вырезают у них это все хозяйство, поэтому, еще она говорит, он уже сейчас здесь, купил землю, в России находится, с семьей, у него трое детей, и я говорю, а что ты уехал-то, вроде бы, так все хорошо, у него там, устроился хорошо, производство свое, раскрутил, у меня не тратилер Васильевича, у вас, вот, ювенальная юстиция, только начинается, только и раскручивают, а в Германии, она бушует уже во всю мощь, вот можешь представить, я построил хороший дом, трое детей, два раза в неделю, соцработники, а соцработники, представляете, у нас тоже такие есть, которые никогда не рожали, замужем не были, ну, вот эти баба, сатаневшие, феминистки, заходят дом, надо с женой ставить, поставить смирно к стенке, и шарятся своими грязными руками в наших холодильниках, можешь представить, наших холодильников, на каждого ребенка должен быть комплект продуктов, определенный комплект продуктов, если там банки, сгущенки нету, ребенка забирают, короче, если комплект нарушен, мы уже специальные лежачие холодильники, с переизбытком, специально закупали, чтобы только не попасть на эту, вот, и вот он рассказывал, это три года назад, в Германии, было изъято из семьи, 1222 ребенка, а когда через там, какой-то суд, страхбургский, начали раскручивать назад, чтобы вернуть детей, нашли только четырех, ну а как, куда они делись, это американцы, может, усыновили, да нет, вся Германия об этом знает, пошли на запчасти, с каждого ребенка, пять комплектов запчастей, это роговицы, это сердце, это почки, и прочее, и прочее, вот до какого, сатанинская империя, Америка, сатанинская империя, и уже Европа такая же, до чего докатились, до какого маразма, но если вот 800 семей, немцев просятся вернуться в Крым, они уехали с Крыма, и вернутся назад, потому что, говорят, идет борьба с семьями, мы хотим семья иметь, хотим землю, чтобы обрабатывать, они виноградорством занимались до этого, они уже наелись, объелись, это толерантность, это все, это мерзости, вы представите, в каких-то двух, я не помню, странах, вот смотрел, по-моему, Португалия, Голландия, в прошлом году, их правительствами, приняты законы, разрешающие матери спать с сыном, отцу с дочерью, брат с сестрой, но самое модное сейчас, самое модное, в интернете тоже можете посмотреть, как 34-летний мужчина, значит, шестимесячный, Саити унес с шестимесячной девочкой, ну, представляете, ну, что это такое, это же просто сумасшедствие, это бесовщина, бесовщина, самое настоящее, и мы вот, нас укоряет, что вот мы там, против этих голубых, против, будем насмерть стоять, это противно нашему духу, нашим традициям, нашим вере, вере нашей. Юрий Васильевич, давай прервемся на музыкальную паузу, надо, чтобы мозги немножко остыли, после всей информации. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народное Славянское Радио, напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 34-й день месяца в Юг-Истурсе, 1524 лета недели, мы говорим про алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть, говорим так, чтобы иногда выворачивало, даем вам возможность осознать самим и помочь разобраться другим, как надо жить по-человечески на этой земле. Главный сведущий Сергеев Юрий Васильевич рассказывает нам много чего интересного из своего опыта. Пожалуйста, Юрий Васильевич, продолжай. Какая песня прекрасная вот эта сейчас, кто это автор и где можно списать? Или у вас на этом... Арт-студия «Русское небо» на славянской земле. Арт-студия «Русское небо» называется, так что вот ищите в интернете. Первый альбом у них вышел такой серьезный, несколько песен на себя скачал, благодарен им. Вот воины дух у них там прозвучали. Я короткое стихотворение свое прочту на эту же тему. Сквозь огонь и любую разруху, когда сердце уж чует беду, поднимаются воины духа и народ наш к победе ведут. А Россия их помнит и верит, Богородица путь их хранит, воин духа коварного зверя, как Георгий копьем победит. И все зло под ударами рухнет, расцветет наша Родина вновь, потому что для воинов духа есть святая к отчизне любовь. Из пространства Великого Рода есть Великий Славянский Завет и Великая Вера Народа в нашу русскую силу побед. Понимаете, вот когда пьяные застоли, банкеты и все прочие начинают говорить о России, о политике вообще-то, о Родине, об Отечестве Святом, которая для меня это просто святыня. Ну, какие могут быть пьяные политики, какие может быть русские пьяные. Русский значит трезвый. Русский значит семьянин, хорошая семья у него, дети, воспитание идет нормальное все. А это пьяные бредни, все, бред. Вот знаете, в Якутии вот тоже работал буровиком обычным все. Там матерился, потом что-то меня как отсекло с этим матом. Приехал туда, встретил с своим друзьям бывшим, сидим за столом, вот они в водку хлещут, мат стоит невозможный. Я так начинаю чем-то интересным рассказывать, что-то о литературе, они на меня вытрачатся, потом отмахнулись рукой, и опять, но о чем разговор? Вот в компании в пьяной, послушайте, когда с кем выпили, где достали самогонку, у какой бабки они там все прочие, и хохочут, им все это так интересно, а здоровое что-нибудь такое, интересное, им это напрочь не нужно, потому что ничего не читает, ничего не знает, понимаешь, это как какая-то, не знаю, плесень или чума, поэтому ребята, особенно девчонкам, вообще ни граммы пить нельзя, вы почитаете, что если девушка раз, два, три выпила, то все, уже у нее ребенок будет с тараканами, а потом будет в интернете писать странички помогите, помогите, надо пить, не пить, вернее, вообще нельзя. Ну да, потом появляется объявление, помогите Алешеньке на дорогостоящую операцию. Ну да, потому что ничего, квасят, а потом начинается. И вот еще мы с тобой были, интереснейшая встреча, помнишь, это был Круглый стол? Ну да. Был Жданов, я вам всем советую, люди, милые, русские люди, найдите в интернете, все просмотрите, все фильмы Жданова, это великий человек, он сотни, уже тысячи людей отучил от этого от запоя, вытащил, может быть, на белый свет, промыл им глаза, кстати, глаза он восстанавливает и зрение, удивительная технология, удивительная практика у него. Жданов, я его знаю еще с 70-х годов, в Новосибирске с ним встречался, вот он работает потрясающе, потрясающе. и вы знаете, это же не проходит бесследно, я вот знаю даже писателей, которые раньше пили, запивались и все прочее, вот в одной из них мы дома были, группа писателей молодых, когда я учился на ВЛК, не буду фамилию уже называть, и жена вдруг говорит, мы его боготворим, такой писатель, наш современник, вся, жена говорит, пускай он расскажет, как 12 лет в грязных ботинках приходил и падал в постели, спал в постели. Можете представить, это нашему русскому писателю. И откуда это все, почему? Это обезьянья психологии. Вот вам, девчонки, кто курит, и к ребятам, кто курит, и обращаясь, ведь это же подведено такое, обезьянья и такое психология. Значит, быть как все, вот почему они не могут бросить курить везде, потому что будет оттягчаться белая ворона. И вот они поэтому глотают этот дым, давятся. Но самое любопытное, у меня есть друзья хорошие, офис тут в Москве, вернее, на окраине Москвы офис, у них человек 70, огромное здание, человек 70, в основном женщина работает, не знаю, что там продают, менеджеры женщины. И вот жена моего друга, она не курит, а все остальные курят. И она говорит искренне, так говорит, Юрий Васильевич, в туалет невозможно ходить, в туалет. Курить-то там не курят, но из этих куряк уже и льется, и в унитаз там, из унитаза невозможно воняет никотином. Не дерьмом, а никотином. Понимаете? Вот настолько не прокуривают себя, настолько не пропитывают с этой мерзости, этой гадости. Поэтому, если меня, кто молодые ребята слушает, никогда не женитесь на курящих девушках. Никогда. Курят только шлюхи. И вот поставьте меня, хоть в суд на меня подавайте, только шлюхи курят. На шлюхах жениться нельзя. Поэтому обезьянках тоже. Это уже сфотоложествует. Вот за это тебя могут уже точно пригласить на такой уютный кабинет для интимного общения, разговора, сказать, что ты там про наших друзей животных сказал. Да, не обижайте животных, обезьянок. А вот знаешь, я смотрел сегодня, телевизор готовился спрячь, думаю, надо о чем-то так поговорить, посмотреть, что там в мире это делается. Ну и там про Сирию говорили, про много другое, Каддафи показали. И мне в голову пришла поговорка. Вот у нас есть русская поговорка про то, что сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. А у них есть поговорка, сколько обезьян не корми, она на пальму залезает. Так вот, очень интересно, ведь когда Каддафи говорил, что если вы убьете нас, то тогда Европа вот вся задохнется в эмигрантах, потому что как раз мы их сдерживаем. И над ним все смеялись. В принципе, президент Сирии тоже над ним смеялся, когда он выступал. А сейчас сидит, плачет. Вот как раз это из Сирии, сколько не корми. Так вот, получается, что кого уже додавили, про Германию рассказывал, додавили их толерантностью, мультикультуризмом так называемым. Теперь они сами все-таки рыдают. А восстают-то кто? Обрати внимание. Изнасиловали девчонку, у кого папа русский или мама русская, да, вот которые такие или приехали туда. Они поднялись, взяли просто в руки орудия пролетариата, пришли в эти вот общаги, где там все происходило, и всех там поставили в позицию правильную. И все, и там больше безобразия не происходит. А он в Мурманске-то смотрел, наши ребята, в бае каком-то или там танцплощадка пришли эти эмигранты и начали к девушкам приставать. Ну, в Мурманске ребята не знают, что такое толерантность. Они их на улицу вывели, как дали безделеть. Ну, и все. Говорят, это вам не керен. И все, сразу успокоилось. Все претензии на русских девушек. Так что, про обезьянок мы не будем животных обижать, мы говорим про других обезьянок, которые на пальмы залезают, им дать только возможность. Поэтому, вот таких обезьянок надо держать или на привязи, или в каких-нибудь заведениях сетчатой конструкции или конструкции, через которые там прутья, например, где вот так, ну, решетки, грубо говоря. Вот да, вот с такими только так, потому что по-другому не понимают. Идет война с нашим народом, и уже давно идет. Вот помните вот фильмы 30-х годов, 40-х годов, вот, хорошие фильмы, но смотрите, в комнатах все с папиросками сидят, все актеры с папиросками, женщины с сигаретами с длинными. Понимаешь, мы-то еще тогда не знали, не осознавали, а все делается через моду, модно. И вот эти девчата начинают курить, потому что им внушили, вбили в голову, что это модно, что это... И вот этот же немец, который приехал из Германии, от которого мы встречали здесь, у Левашова, значит, и он говорит, говорит, Юрий Васильевич, я приехал купить в Москву мужские джинсы. Говорит, что в Германии нет мужских джинсов? Нету. Или, говорит, на джинсах ширинка ниже колен, мотняют ниже колен, как модно. Или там, значит, пуфики какие-то торчат такие с намеками на это. Ну вот. Или вообще, ну нету мужских. Или такое, знаете, якобы у него огромное там хозяйство такое, как полуфутбольный мяч спереди на ширинке, такая тряпка. Вот. Специально же, и это делают все как модно, и народ начинает вестись на это дело. И вот, курить модно, значит, девки курят, девки одного-одного стреляют. Они могут осознать, что это смерть. На старости лет будет у них вот такие будут страшные, вонючие. Вонючие детей, во-первых, рожать. А вот ты разоговорил про телевидение, да, на самом деле, посмотреть старые фильмы, и мы что там видим? Мы видим как раз именно упор на то, что все положительные герои, они сидят и дымят. Какими-то там, ну, не знаю, там офицеры, да, сидят, разбирают какой-то план серьезный и постоянно угощайтесь, товарищи офицеры, там, Казбек, вот там, Памир, пожалуйста, угощайтесь. Любимые сталинские сигареты все там, рекламировали в те времена. Вот. А вот, а вот, когда сейчас я просто закончу, к чему это привело? Помнишь, замечательный фильм, от которого, каждый раз, когда смотрю, меня так вот пробивает, так торкает, «В бою идут одни старики». Да. Ну, насколько он прекрасный фильм, насколько он, вот, о жизни. Но заканчивается-то он чем? Там есть две сцены, когда поминают погибшего летчика и стоит, даже не две, три раза упоминается, когда стоит стакан полностью налитый, так называемый, ну, там даже не 100 грамм, там 200 грамм, и сверху кусок черного хлеба. Это встречается, когда одного сбивают, потом на могиле у другого, и потом там третий раз. Так вот, смотрю, опять же, те же самые новости поганусы наши. И что я вижу? Мать плачет о том, что вовремя медсестры не приехали, вовремя не забрали ребенка, школьника, первоклассника, и он умер. Там ехали по другим каким-то местам, куда-то завозили, и в конечном итоге умер. Ну, потому что просто медсестер не хватает, просто машин не хватает, дело не в этом. Так вот, когда показывают этот сюжет, плачущая мама сидит, на столике стоит фотография ее, мальчика, и рядом стоит стакан с белой, с прозрачной жидкостью, и сверху кусок белого хлеба. Ну, вот, пинши опять делают нас, просто под моду подводят, и народ наш наивно, что это передовое, что это вот как у нас, при советской власти, к Европе лицом-то разворачивали все, вот там все хорошо, там прекрасно, там все делают этот, например, последние 90-е годы, да и сейчас до сих пор, этих про ментов, фильмов, уже такая тьма, уже тошнит от них, но они беспрерывно пьют там. значит, они, а, 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 это, куда-нибудь спрячем, кто-то, звонил, телефон, называй. Ну, пьют, посмотри, какая реклама идет, водки, и я слышал, вот мне специалисты говорили, что специально сигаретки показывают, поэтому, этикетку, из-за этого дела очень здорово отваливают фирмы, вот эти, поэтому, надо внимательно анализировать, надо анализировать, чем нас уводят в сторону, чем нас совращают, и вот через моду очень много, для молодежи, для нашей, вот, я думаю, что в следующей, может быть, нашей встрече будет, о музыке поговорим. Вот давай еще коснемся, еще одного момента, вот мы с тобой не просто так заговорили, о том, что поминают, со времен войны повелось, что наливают стакан, сверху кусочек хлеба. И вот давай сейчас костнем с той темы, а что говорят наши древние традиции, христианские, ведические традиции, и вообще, вот в русском народе, как раньше поминали усопших, что раньше наливали какую-то севуху и клали кусочек хлеба, откуда это повелось, это первый вопрос, и второе, а что происходит с тем человеком, с душой человека, который уже ушел в мир иной, к правоотцам, и его вот таким образом поминают. Вот давай эту тему коснемся, чтобы, может быть, как-то объяснить людям, что это дурость, это глупость. Я же, когда писал роман «Княжевство», проработал очень много материала, интересного материала, ведического, зачерпнул оттуда, из тех еще. И вот в нашем культуре, в древней русской культуре, было такое вот, значит, маковица, назывался это холм, где сейчас троя Сергия и Лавра стоит, там было капище, значит, «Белые боги». И вот интересное там было. Собирались славяне, был праздник травы, первой травы, значит, «Дарбга» назывался праздник, может представить, «Дарбова»? Первая трава на четверть отрастала. И вот собирались, да, не пили, но не пили, суру и сому в травах квашеные. Это никакого отношения к спиртному не имело. Вот эти напитки. Это было на травах, настои такие удивительные, они хмельные от того, от компонентов, так, от нужных, от травяных. И вот я даже скажу секрет вот этой суры. Значит, от семи источников, какой-то святые источники, от семи источников в равных долях в бочонках бралась вода. И смешивался в огромной ступе, в чане таком. Значит, и вот прям, я расшифровал рукопись неизвестной науки, прям вот написано там, рецепт, так называемой живой воды. Берете грозди рябные, рябины, поджарные, мелко помелига, туда сыпать надо было. Если даже стрела в глаз занудила, не спеши помирать, омойся этой водой, выпей, омойся этой водой, разденься ты на газ сначала, омойся водой. Вы представляете, стрела в глаз занудила, это же смерть. Были свои, вот травницы, я в этом году восемь травниц нашел, по Уралу ездил. Это же великие дела, у меня бабушка была травница. И вот водкой никогда, Россия, никогда, вообще-то это началось при Петре, по-моему, спаивание, никогда этого не было. Это был позор и срам, даже в станицах. Вот он мне дед рассказывал, когда выезжали в 14-м году на позиции, когда с немцами война была в 14-м году. Но все, за станицу выехали, это было святое, сухой закон. Доехали до речки Княжинки, это там километров 30 от Лузновской станицы. Дед туда Лузновской был, Чагнаки Хутор. И двое напились, в тарака там взяли с собой самогоночки, и все напились. И даже не дрогнув, атаман, походный атаман, обоих в пули и в воду. И утопили. И он выступает перед сотней казаков. Говорит, это ваше, радуйтесь, что бы их утопили. А то бы они вот так на посту их поставили, там, на позициях, на фронте. Они бы напились, уснули, а вас бы всех вырезали. Вот какая была ответственность. И поэтому отспаивали. Помните, сухой закон-то как был в этом в 14-м, по-моему, при царе так, как поднялось сразу народ, как столько рожать начало. начало. Да у нас-то при Горбачеве, как бы его ни ругали, оздоровление началось какое, могучее оздоровление. Поэтому не надо верить вот этим всем сладкопевчим, вот этим либералам, которые, например, Собчачка. 16 миллионов, это же тоже наркотик. 16 миллионов молодежи сидит на этом доме-2. я писал уже письмо туда по электронике почте от слов с предложением переименовать дом-2 в садом-2. Потому что все там садомный грех. Одна два дня с одним строит отношения, потом с другим строит отношения. Мне прислали оттуда письмо, что я совок. Здесь советский такой не понимаю ничего. Но там же ужас какой-то. Самая настоящая финансируемая страшная акция про расследование нашей молодежи, про распаду России. Слава Богу, слава Богу, что у нас есть генетическая память. Вы знаете, я так воспринял духом, в 94-м году меня привели в госпиталь в Волгограде. Два месяца только началась Чеченская война, госпиталь был забит раненными. Без ног, без рук, с раны в живот. Я по палатам ходил, дарил свои книги. И вот это там так воспрял духом. А тогда помните, раскручивали либералы и институт матерей, специально, чтобы разорить нашу армию. И вот я спрашивал, специально такой провокационный вопрос задавал в каждой палате. Ну что, после госпиталя к маме домой меня чуть не побили там. «Ты что, какой домой? В роту!» Знаете, я так воспрял духом, потому что, знаете, мальчишки, они еще не знают, за что воевали. По два месяца воевали, они уже русские воины. Понятно, что они стали воинами, настоящими воинами. В роту. Все. Поэтому не надо падать духом, надо работать. С молодежью надо работать. Молодежь у нас прекрасна. Надо только с ней вовремя показать путь. Вот я же как тем вам говорил, что их пять человек, они не курят, не пьют. Сейчас это модно, и в Самаре специальное молодежное движение, здоровый образ жизни. Это страшно не нравится нашим всем чиновникам, либералам, всем прочим. молодежь наконец-то промыла глаза, увидела, куда их ведут. В сточную канал спихнуть пытаются. Но тем не менее, есть такие. Дай Бог им здоровья. Россия не взятен ничем. Потому что за нами стоит огромная историческая память, пласты такие, на уровне подсознания, на уровне ионетической памяти, родовой памяти. Наши молодежь может в любой момент такой ему строить козу на лозу, что мало не покажется. Вы это видите по серии. Ну, давай сейчас коснемся все-таки, что происходит с умершими людьми, которых начинают поминать всяким этим пойлом, еще сверху так пафосно кладут корочку хлеба и так далее. Как ты думаешь, какие у тебя мысли по этому поводу? Понимаешь, это вот эти сатанинские обычаи, которые ввели, вот я же говорил, что с рюмки пьют, например, у казаков. Вот такие, это уже до революции этого не было. Вот стременная рюмка надо выпить. Якобы жена подносит, и вот он пьет у стремени. Потом закурганная. Закурган там любовница ждет, еще рюмку наливает. Какая закурганная? У нас же на Дону был в основном клугур и староверы. А с этими с любовницами там очень просто. Просто землю закапывали живьем и все. Потому что это семейские были, староверы. И поэтому это просто ввели такую моду. Недавно я бился почти пять лет у себя там на родине, когда проводил семинары. Глава администрации значит, хороший вроде мужик, нормальный все, но старый, сейчас, слава богу, новый пришел, вообще потрясающий человек. значит, вот конец кончается этого семинара, глаза вылупят, все, банкет. Какой генобанкет? у меня дети там 136 человек. Какой банкет? Все равно меня вызвали в район, я приезжаю, на 80 человек столы накрыка, и сидят дети за столами, водка стоит. Вот понимаешь, вот это якобы традиция или привычка, но это же специально делается, чтобы растлить, развалить, споить нашу молодежь. И что получается, казаки у нас на Дону они не могут без этого. Да не только на Дону, вот как только какое-то мероприятие, крохость и прочее, потом пьянка повальная. Это сделали как обычай уже, как бы традиционное такое. А я считаю, что это не обычай, а просто на уничтожение, идет на убиение русскому народу казачеству и не надо наливать тем более ребенку, стакан с водкой, хлебушек. На фронте это, может быть, да, было. На фронте. Но сейчас надо от этого отвыкать. Но опять же, на фронте это тоже как-то, наверное, специально делалось для того, чтобы побольше народу слить. Потому что, как я разговаривал со многими ветеранами, которых уже нет живых, довелось мне еще мальчиши поговорить. И многие об этом упоминали. Задавался вопрос о наркомовские 100 грамм. И многие отвечали. Говорят, да, это было, но это было в том случае, когда что-то очень-очень ответственное было. И потом, когда я уже разговаривал, они мне уже на ушках говорили, понимаешь, в чем дело? Водка в те времена была на вес золота. И ее просто так не пили. Потому что ранили тебя. Вот чем, например, дезинфекцию ты проведешь? Ведь не было тех средств, которыми дезинфекцию сейчас проводят. Ведь пеленцелин, тот самый знаменитый, он появился уже не в начале войны, он где-то уже ближе к концу, 42-43 год, скорее всего, он стал появляться в широких масках, а наши уже его начали производить. А до этого то не было ничего. Контузил, там что-то еще, где-то кто-то попал в какую-то передрягу, надо чем-то срочно загасить. Водка была на вес золота. И поэтому не пили ее, первое. А второе, офицеры стали подмечать, что как только 100 грамм перед боем выпивают, то тогда идут потери очень большие, идут потери очень большие в строю. И поэтому офицеры стали уже сами проводить пропаганду. То есть, говорят, вот ваши наркомовские 100 грамм, вот вернетесь, если пить захотите, выпьете. То есть, многие уже так поступали. И мало того, один дед мне рассказывал, говорит, я тогда еще был молодой, мы только-только новобранцы пришли на фронт, и вот эти 100 грамм разносят, там все свои, значит, фляжечки подставляют, вот, им по 100 грамм плескают, а рядом со мной дед. И, значит, он тоже фляжечку подставляет и убирает ее. Говорит, дед, а ты что не пьешь? Он говорит, ну, если ты дурак, выпивай, я тебя похороню. Если ты умный, делай, как я. И вот, что, говорит, я сделал тогда. Я задумался, а почему дед-то, который финскую прошел, который воевал на Ханкинголе, там, да, везде его помотало. Он уже такой опытный, дед-то. И почему он не пьет? Я не выпил в этот бой. И нас, молодых, зелень, которым 100 грамм-то выпили, раздали, все выпили, вот этот вот бой начался, и нас в атаку посылают. Так я потом посмотрел, сколько нас вернулось. И не вернулись как раз те, которые вот таким с наслаждением, там, ух, сейчас мы там за победу, за Сталина, и выпивали перед боем. Это говорит мне как красная тряпка вот с лозунгом не петь. С тех пор не петь. Я такого деда встречал, который всю войну прошел в разведке, можешь представить? И говорит, знаешь, почему я живой? Несколько раз поменял состав этого их разведзлота, потому что не пил. Дед сказал, потому что, говорит, я не пил перед боем, вообще не пил во время войны. Поэтому и он же рассказывал, и не курил, представляете? Вся грудь вородена. И, а че не куришь, что ли? А он, говорит, знаешь, на Диеловских высотах наш разведзвод, говорит, взял огромный дот немецкий, орудийный дот. Мы, говорит, там, и командир нашего взвода, хороший был такой, капитан, на радистке свадьбу строить, свадьбу решили. И вот, говорит, уже за столами сидим. Они, говорит, во главе стола, весь взвод, все на столах, говорит, там и выпейте, закусить, все есть. А я, говорит, сижу, и меня, говорит, ангел-хранитель прям поднимает за плечи, послышишь? Как я понял потом, что, куда ты? Куда тут сейчас вот уже тост будет? Я, говорю, сейчас покурю, сейчас покурю. И в траншею выхожу, метров пять, десять, отошел от входа. Как ахнет там в линдаже. Немцам, бомба там аудиционная была, он развалился весь. По стенкам, говорит, я посмотрел, меня покатило аж. Весь наш взвод по стенкам был размазанный. И вот с той поры я не только и курить бросил. Поэтому надо трезвым быть. Особенно вот такая, знаешь, такая провокационная такая штука еще внедрена в наш куряк и курильщиц. Что, дескать, снимает курево, снимает, успокаивает. Вот мне надо покурить, это вот я разнервничался. Надо закурить, что-то я это... А это же все ложное. Это специальная такая ложная. Это бес. Это бес сидит за левым плечом и сует в рот вам сигарету. Вот так вот. Давай еще на музыкальную паузу прервемся, потом дальше продолжим разбирать тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 34 день месяца в Юг и Стужа 7524 лета неделя. Алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть. Сергеев Юрий Васильевич, главный соведущий. И все-таки вот я хочу поделиться своим таким небольшим опытом. Общался я с разными людьми и с христианскими батюшками, и с ведунами, и с шаманами. Ну, шаманы, там немножко другой разговор, но все-таки те, которые вот, скажем так, со светлыми больше работают, те говорят однозначно, ни в коем случае умершего не поминайте алкоголем. Ни в коем случае, потому что там очень плохо происходит. Я тогда еще не разбирался в этом вопросе, это было давно. Задал вопрос, а что же там происходит? Ведь вот в Отечественную войну вот это вот все рассказал. Говорит, да, это все нововведение, и с этим все понятно, этого не было никогда. А происходит там вот что. Дело в том, что любой наркотик, любой наркотик, он переводит состояние человека в бесовское, в демоническое состояние. То есть, им начинают управлять демы, демоны, потому что любая мысль, она не просто так появляется у человека, она появляется, исходя из той ситуации, которая вокруг человека есть, исходя из тех мыслей, которые люди вот сейчас мыслят. И демонические сущности, демонические вот эти структуры, они как раз начинают легче управлять человеком, подбрасывать вот эти мысли. И чем больше вредных, низких мыслей, тем проще человеком завладеть. Поэтому структура всех наркотиков, она в первую очередь направлена на то, чтобы мысли человека уничтожать, потом, чтобы генетику уничтожать и полностью завладеть человеком, его окружением. И поэтому, когда вы через это пытаетесь вспоминать покойников, мертвых, то в этом случае там с ними происходит очень неприятные вещи. Вы таким образом подставляете их под демонический удар, особенно, которые свежие, ну, только что вот недавно представились люди. Потому что еще душа, она находится в движении, потому что она еще ищет выход, потому что она проходит какие-то там круги определенные, вознесение производится и так далее. И причем это было как и в христианске рассказывали, так и в ведическом мне рассказывали, и шаманы, там все очень схоже. Какие-то там нюансы. Поэтому, говорит, ни в коем случае не поминайте алкоголем. Я в подтверждение от тебя, я работал на золоте, добывал золот начальником строительского участка под Алданом там, на Рандаките. И видел, прям своими глазами видел, как людей бьет белая горячка. Это страшно. Вот это действительно бес такое залазит на плечи. Они вот в Алдане там ждут вертолета, где-то дней 10 нет вертолета, то не летная погода, то все. И вот они пьют, запоем пьют, а потом вертолет, на участок, на Рандакит, ко мне их выкидывает, вертолет улетел. А вот спровоцировать белую горячку очень легко, когда пил, пил человек, и вдруг нечего выпить. И они начинают даже кору грызть зубами, можешь писать, на лиственнице. Их начинает такое колотить, то сидит вроде бы как собаку гладит. У него бесовские такие образы, какие-то, то ушел один в тайгу, 50 градусов мороз, он разделся на ногах, когда мы его нашли, он стоит, руками машет, и говорит, ты что здесь, Саша, что случилось? Бабы ко мне пристали, бабы пристали ко мне. на ноги потом мы отогрели, в смысле, немножко холодной водой, но Валдану везли, через два дня ноги отрезали до колен. Белая горячка, это страшно, не дай Бог кому-то видеть. Это же действительно забесовление. Я был в трое с Сергией Лаврой, есть там на вторая, надвратная церковь на втором этаже, там отчитывают вот этих забесовленных. пять часов я смотрел, как человек 60 был всех плекуш, всяких там орали мужские, бесы орали с них мужскими волосами с баб, висх, мат стоял такой, а он пять часов как святой водой хлистал. Так вот, есть это? Есть. Потом он меня на ум спрашивает, когда я спускаюсь, он всех провожал, а ты что сюда приперся? Я говорю, да вот я болящую привел. Он говорит, ну болящую, можно все засунуть было, а сам рот разевал, нет, да вроде нет. Перелетает, эта пакость перелетает из человека в человек и все, начинается. Страшно, сколько убийств, сколько аварий на дорогах у нас, тысяч аварий в пьяном виде. Кому-то это выгодно, понимаете? Вот представьте, если 6 рублей 20 копеек литр спирта, китайский спирт, то какую маржу снимают ее? Она же в коньяках, во всех импортных якобы напитках, все китайский спирт, все из человеческого говна. Представляете, какая прибыль для этих, так они готовы будут вообще силком ловить всех и заливать по стакану в рот. Потому что сами забезновленные. Надо с этим кончать раз и навсегда. Надо трезвенческое движение, Жданов объединиться вокруг него и Россию спасет только трезвый. Как Жуков сказал, войну выиграл молодой солдат. Если бы это был молодой солдат еще бы трезвый, то вообще было бы здорово. Поэтому нам надо отходить от этого мрази. Вот смотри, когда ты рассказывал про то, как курят в различных учреждениях, то мне вспоминается сразу такой пример, когда один человек пришел к директору и говорит, у тебя курят много. Он говорит, ну и что, пускай курят, что я запретить что ли должен. Он говорит, если ты разумный человек, если ты умеешь деньги свои считать, ты запретишь. Ой, да ладно, что ты рассказываешь. И вот он начинает рассказывать. Вот смотри, у вас есть курилка. Он говорит, да, есть. Вот я специально не поленился, в начале часа прихожу, выбрасываю все сигареты в помойку и ставлю чистую пепельницу. Через 30 минут подхожу, достаю сигареты на стол, считаю, сколько сигарет? Там, 40 штук выбросил. Опять пепельница пустая. Через полчаса прихожу, считаю, 50 штук выбросил. И вот так в течение рабочего дня я это делал. Приходил и посчитал, сколько у тебя каждые полчаса прокурено времени. Говорит, какого времени? Ну, ты посчитай. Вот идет, например, девушка или парень курить. Он же не сам идет курить, он кого-то зовет. Во-первых, он оставил свое место, он не работает у тебя в этот момент. Он идет к своему другу или знакомому. Ну, что, пойдем покурим. Сейчас, сейчас, сейчас я дело сделаю. И вот стоит, ждет, пока она дело сделает. Сам при этом не делает дело свое. Так, закончила, вот они идут вдвоем. Может, третьего еще прихватить таким же образом. Дальше. Они выходят в эту курилку, начинают там курить. Ну, ладно, просто там затянулись, там пять затяжек, бросили, побежали на рабочие места. Нет, это по русской традиции, а потрындеть, да? Они еще разговаривают, там, как это, девушки ноги скрещивают, на груди руки скрещивают и стоят там умничают, дым пускают. Вот, покурили, дальше что они делают? Они тихонечко, не торопясь, идут на первый этаж, к кулеру или кофе, начинают после этого кайф догонять. То есть, или кофейку, или чайку крепкого выпить надо, да, обязательно. Дальше после этого они друг друга провожают по офисам, садятся, после этого им надо прийти в себя, они сразу себя не приходят, еще минут пять уходят на то, чтобы прийти в себя, вспомнить, что они делали, и только после этого начинается процесс дела производства. Вот, считай, говорит, пять минут сборы, это в лучшем случае сборы, минут пять это само курение, еще минут пять это выпивон кофея, вот уже 15 минут, и еще минут три-пять это отходняк. Вот, считай, минут двадцать ты теряешь, а ведь каждые полчаса у тебя набирается новый комплект сигарет. Вопрос, кто у тебя работает? Директор, когда это, и говорит, а я теперь в Excel, он просто такой программист, он в Excel посчитал все дело, говорит, а теперь посмотри, 40 чинариков, это, грубо говоря, там у тебя покурило столько человек, 50 чинариков, столько человек, умножаем, и он умножил, когда ты посмотрел, сколько у него в день работают, он за голову схватился, а теперь, говорит, как же мне быть? А, говорит, а очень просто, у тебя курилка где? Он говорит, ну как где? Вот как выходишь сразу из проходной офиса, сразу здесь курилка, говорит, то есть все люди проходят через курильщиков, он да, говорит, ну благодарности надо выписать от фабрик, которые сигареты производят, потому что даже не курящие, проходя, он одышится, и потом для него это будет норма стать курить, даже человек, который не хочет курить, он все равно станет за компанию, закурит, молодец, говорит, отлично, а вот теперь, говорит, что надо делать? Выносишь, у тебя же, говорит, проходная система, там прикладывают эти вот жетончики, там, да, карточки, то есть видно, когда вышел, за пределами проходной, ставишь этот, как это, пост, грибок такой, вот, в лучшем случае, а то и без грибка обойдутся, ставишь там место курения, пишешь, ставишь там пепельницу большую, и все, и в конце рабочего дня просишь, чтобы охранник тебе выдавал по каждому человеку, который курит, сколько он времени проводил на улице, ты чего ты думаешь, они ввели этот график, он говорит, а как мне поощрить тех, кто не будет курить, а очень просто, ты же будешь штрафовать тех, кто у тебя прогуливает, а это прогулы, и будешь эти деньги просто делить между теми, кто не курит, да, да, на залу, да, да, и через какое-то время, где-то, говорит, проходит время, где-то полгода, ну, сначала там были визги, крики, дискриминация, говорит, не нравится, пожалуйста, вот вам дверь проходная, карточку сдавайте, пишите заявление, да уходите, через полгода у него половина уже не курила, те, которые курили, они уже никого не ждали, они быстро как крысы выбегали на улицу под этим дождиком, под снегом, быстро-быстро-быстро затянулись, плюнули там, бросили и обратно, но при этом висел у него приказ, что на территории предприятия курение в любых местах запрещено штраф там 5 тысяч рублей, да, да, молодцы, молодцы, через год у него курильщиков осталось там, ну, вот по пальцам можно было посчитать, и когда он, говорит, я пришел, вот этот человек рассказывает, пришел, посчитал вот это вот в пепельнице, я там насчитал что-то там, то ли 3, то ли 4 бычка за полчаса, ну, вот сравните. Да, 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 ну, это, понимаешь, опять же, это мода, что вот якобы это все пообщаться, потрындеть, ну, ладно. Ну, что, у нас здесь вопросы есть, давай по вопросам пройдемся. давай. Итак, переходим к вопросам от наших любимых радиослушателей. Первый вопрос поступил Владимир Измытич. Юрий Васильевич, когда дарят недешевые подарочные коробки алкоголя, как корректно отказаться от таких подарков? Или взять и передарить другому? Или в бачок стеклоомывателя залить? Вот в бачок стеклоомывателя. Это без разговора, только так. Потому что подарить другому, это будет, я даже, знаете, один атаман меня поздравляет вот в этом, в одноклассниках, ба-бах, мне в каком-то юбилее, бутылку коньяка, рисунок. Я уже несколько раз просил, не надо мне подарков таких вот в коньячинах. Я не пью. И вот ничего не понимает человек. Вот приезжаю к нему домой, ну давай выпьем. Я говорю, ты же сам, сердце у тебя больное. Я не пью, какого выпьем? Вот понимаешь, что-то вот это идиотское какая-то, уже на уровне подсознания, на уровне какого-то такого. Надо от этого избавляться. Вообще, я скажу, что есть для алкоголя, для спирта, более правильное применение, нежели чем заливание себя внутрь. Как-то здесь наткнулся, 20 способов правильного применения алкоголя. Там нет ни одного способа, чтобы себя его заливать. Это при простудах, это как там лечение, когда компрессы какие-то делаются, это обеззараживание, это очиститель, стеклоочиститель, кстати. Это еще и еще много чего другого. Кстати, медицинский спирт, хотя и называется медицинским, но вы в энциклопедии, большой медицинской энциклопедии, не найдете ни одного упоминания, чтобы его внутрь принимать. Самое смешное. Так, дальше, следующий вопрос от Владимира Замытич. Практически ежедневно на улице вижу надписи аэрозольными баллончиками на стенах и заборах бетон, цемент, соль, микс с указанием номеров мобильных телефонов. Умажаемый соведущий наверняка догадался, что это за микс. Ну, то есть, это, скорее всего, спайсы, те же самые. Да, да, да. Что делать с такими нелюдями? Черт. Надо что-то делать радикальное такое. Надо подключить. Я Мутища прекрасно знаю. Вот, Володя, можешь почитать мою наследницу по Мутищи, там, концовка очень мощная в наследнице. В интернете, найди. Береги не наследница. Вот. И я думаю, что вот эти спайсы, я уже говорил, старец мне сказал, это все убийство души. Надо просто их отлавливать, этих. Уже делают так в Волгограде, везде. Вот этих, кто распространяет. Ну, и надо что-то придумать. Не убивать, но сделать так, чтобы они или самих напоить, или чтобы они сожрали эти упаковки. Ну, надо радикальное. Потому что так, уговоры, все, это бесполезно. Ну, вот это люди уже больные, сами нагло расстояние других травят. Милиция, ну, милиция, дай Бог, чтобы помогла. Как-то я разговаривал как-то с одним человеком такой же позиции. Говорю, ну, а как вот поступать? А он мне говорит, вот понимаешь, в чем дело? Почему у нас так хреново все сейчас в нашем мире? Я говорю, а почему? А потому что те, кто делает машины, ездят на машинах других заводов, иностранных. Те, кто производит какую-то продукцию, они своей продукцией не пользуются. Вот, например, выпускают какой-то комбинат, какую-то продукцию, а жрут, например, продукцию других комбинатов, элитных. Потому что они деньги заработали на этом, и могут себе позволить хорошее качество купить в другом месте. Я говорю, и к чему ты это говоришь? А вот к тому, что если человек хочет жить хорошо, и общество жить хорошо, то каждый производящий что-либо, предлагающий, должен отвечать за свой продукт своей жизнью. То есть, ты что-то предлагаешь, пожалуйста, это сам используй в своей жизни. То же самое, предлагаешь, например, продукт какой-то, тот же самый спайс, ну, скушай, пожалуйста, его этот спайс, покажи другим людям, что оно безопасно, что оно такое хорошее. То есть, поймали человека с этим делом, как он мне рассказывает, разъянули ему рот, и туда сколько пакетиков нашли, столько ему в рот и засунули, и водичкой дали запить, и посмотреть, что с ним дальше произойдет. Ну, он же хороший хочет сделать дело, он же добрый хочет сделать дело, ну, пускай эту продукцию и сам попробует для начала. Правильно, вот так и надо, потому что дело в том, что они, у них помешан уже на деньгах, вот, главное заработать. А заработать они сами продают, они тоже сами наркоши, наркоманы, а это же страшно, как отцепная реакция. Так, дальше, Николай, за этот вопрос в эфир. Сколько по вашему времени выводится грязь от сигарет из легких, и как правильно бросить? Читал, что если сразу бросить, то в организме активируются какие-то бактерии, которые могут натворить делов? Ну, вот я вам скажу по себе. Я вот не курю уже 15 лет. Значит, причем закурил тоже, как обезьяна. Я в 1978 году назвал на партхозактиве, главным инженером крупной геологизированной партии был в Якутии, назвал партком гнилым аппендицитом в телеадминистрации. Чем занимается нас партком? Это гнилой аппендицит в телеадминистрации. Делят ковры, ковровые дорожки, машины, квартиры, люди перловкой идут. Ну, и когда меня выгнали с партии и понизили в должности, я в другую партию попал, там хороший такой был начальник Иннополицы. Ну, ты не нервничай, покури, как солнышко. Были сигареты такие болгарские, солнце противно было, но потихонечку втянулся. И вот когда я бросил, я бросил сразу, резко, с одного раза. И через три с половиной года лежал в больнице здесь, и меня послали на, значит, на обследование. Ну, как в больнице лежит цикл обследования. Я пришел, значит, сканирование вен на ногах. Я заголел там трико, она каким-то намазывала этим самым гелем. И, типа, УЗИ такая штука возит, возит. И говорит, когда бросили курить? Три с половиной года назад. Ну, вот если бы не бросили, до коленок обоих ног уже бы не было. И вот, представляете, до сих пор, у меня еще... Сейчас уже... А то было вообще в те годы. Как будто, знаешь, когда сидишь, нога такая, колоти мелкие все. Все мельчайшие сосуды забиты никотином. Ну, вы знаете, что очень многие... Вот артист, из которых белый солнце в пустыне, Леонстаев играл. Ему одну ногу отрезали, вторую ногу отрезали, он продолжал курить. И совсем когда уже... Остановиться нельзя. Это же жуткое. Потом меня посылают на эхограмму сердца. Буквально через 15 минут я разделся до пояса. Значит, мне этим такой же штука, типа УЗИ, вводят насчет сердца, такая взрослая уже, тетенька за 50 лет, медсестра, говорит, вставай и проваливай. Я говорю, а что такое? Легкие, как два гранитных булыжника. Сердце не видно за ними. Можете представить, это прошло три с половиной года. И вот сейчас, только через 15 лет я уже ехожу. Я вот сейчас как бросил курить, я когда курил, я на пятый этаж поднимался, два раза останавливался. Сейчас я взлетаю, мне 68 лет, я взлетаю на пятый этаж без лифта. Вот что значит куриво. И вот потихонечку откашливается, потихонечку сразу откаркивается все. Вот такие дела. Так что бросайте, пока не поздно. Пока не поздно. Ты мне напомнил, когда про врача рассказывал, тоже мне пришлось это обследоваться год назад. И тоже делают мне вот эти все, что ты рассказываешь. Одна тетка такая, да, мальчик, еще тебе жить да жить, все хорошо, замечательно. Я такой смехаюсь. Что, говорит, смехаешься? Говорю, ну какой мальчик такой же, к полтиннику, там все нормально. А такая, да ладно, что ты к полтиннику? Бордо типа отрастил, думаю, что я туда поверю. Лицо-то вижу молодое. В карточке-то посмотрите. Он так сможет. Ой, говорит, а Игорь, говорит, мальчиком называю. Говорю, ну вот такая, такая природа. А говорит, а почему? Говорит, ну не пью, не курю, матом не ругаюсь. Да, ну вообще я думал, что ты батюшка. Ну вот, а насчет, ну так, шутка, наступление. А вообще так, насчет, вот то, что ты говоришь, бросить, не бросить, да, вот многие так же говорят, вот там кто-то бросил, сразу умер. Помнишь, как это Максим Перепелецов? Это бред. Помнишь, Максим Перепелецов, когда они в самолете летят, говорят, вот дед-то бросил курить и помер. Они, говорит, наоборот, кажется, он помер, а потом уже бросил курить, да, там шутка такая была у них. Так вот, эти шутки тоже распространяются не просто так. Естественно, что если организм ослаблен, курильщика, и тот, кто выпивает, то естественно, что любой чих для него может быть последним. И поэтому привязывать тому, что он помер только из-за того, что бросил пить или курить, это так же глупо, как и, там, например, говорить, что человек здоровый, полностью умер здоровым, только по той причине, что вот он был здоров, но все-таки ему на голову кирпич упал. Понимаете, вот из этой же серии. Поэтому не надо ничего придумывать. И как еще бросать? Тоже, когда с людьми разговариваю, с разными, как ты бросил курить? Один говорит, ну, я там вот это пробовал, вот это, вот это. И очень-очень долго, долго, долго. А с другим разговариваю. Он говорит, я бросил курить так. Я осознал, что это такое. И просто-напросто мой организм сказал, что мне больше это не надо. Травить меня больше не надо. И мозг сработал, вот подсознание, как ты говорил в самом начале, подсознание сработало, и все. И человек больше с тех пор не курит. Говорит, а как ломка? Он говорит, никакой ломки. Вообще никакой. Просто вот раз, и все. Три дня немного так потянуло, три дня, а потом я так, знаешь, ногой так на себя топнул, стоять, стоять, и все. И прошло, и потом все. А сейчас, как смотришь, на сцену стоят девушки, курят, мне такое мерзение к ним. Они красивые, все прочее, но смалят эту гадость, и вбивают в себя будущее жизни. Тут вот ребята писали, когда ты рассказывал, говорят, если я прохожу, и на остановке стоят девчонки, курят, я в их сторону демонстративно плюю. Прохожу рядом и плюю в их сторону. Молодец. Ну, это не один человек. То есть, реакция-то уже вырабатывается, хотя многие люди сами курили. Вот я понимаю, что это, многие курили, понимают. Ну, что делать? Ладно, вопрос дальше. Владимир Изамутич задает, Юрий Васильевич. Кто или что стоит за этим потоком наркотической мерзости? Глобальный преддиктор, злой миллиард, пришельцы, глупости, жадности, что? Я думаю, что это все-таки комитет 300, который поставил себе задачу этот золотой миллиард. И им, ну, вы помните же, что и Тэтчер говорил, что в России должно быть 16 миллионов остаться, только которые трубу будут обслуживать и все прочее. Это сатанинская Америка, сатанинская империя, сатанисты. И в том числе и Англия, и Голландия, и все прочие, вот эти масоны все. Они люто ненавидят нас, русских, потому что у нас самые красивые женщины. Вот помните, такую гадость валили на Ивана Грозного, что он 3000 человек якобы казнил. Ну, и то я сомневаюсь. А в это время в Европе, в Англии, в Европе было казнено 800 тысяч молодых женщин. Можете представить? И сейчас, ну, посмотрите на руководителя этими всеми ихними группировками европейскими. Ты думаешь, смотришь на них и думаешь, это сколько же надо, шнапсу выпить, чтобы с ней ребенка зачать? Вот, это ужас. И вот я был в Вологде, в Кирилл-Белозерском монастыре, там 800 пароходов в год приходят, в основном из Германии. В день от 2000 до 8000 немцев. Посмотрите, в нашем монастыре. Монастырь уникальный, понимаете, 1600 метров стена, по стене две повозки могут разъезжаться. И вот я там увидел, это еще в 90-е годы, немки, значит, такие уже немцы такого фронтового возраста, под ручку с ними, значит, группа большая, человек 30 или 40. А они где-то купили, в Москве или где-нибудь там купили, наши кольсоны армейские с мутусками. И вот они прямо с этими мутусками напяли в этих кольсонах ходят модно, не знаю, почему это, что это, хлопок или что. И вот они заходят, первое там, начало осмотра, а там стоят две такие волокжанки. Это изуверы просто волокжане. и у немцев этих фронтового возраста паралич. Они так рот разкрывают, глаза лупят на них, ну, такие красавицы, коса в руку, знаешь, это все. Фрау их дергают за рукав, туда-сюда, кое-как во второе помещение продергают большое, а там их штук 8, еще красивее. И все, немцы оставляют там все деньги на сувенирах. Просто вот там стоит, кто не был, бросьте вы эту Европу, бросьте вы эти все, Египт, Турции, съездите в Вологодщину, поглядите. Какие там артефакты в монастырях? Ну, представьтесь, вот в монастыре, Кирилл-Белозерский монастырь, более 100 милиционеров охраняет. Там есть иконы по 5-6 миллионов долларов. Это дореволюционное это все еще. И Кирилл-Белозерский Ферапонтов монастырь, фрески Дионисия 15 века. Есть что посмотреть, есть действительно наша русская история, наши традиции. Я считаю, что мы должны сейчас возрождать традиции. Наши традиции, они были светлые, настоящие. И не надо никого слушать, всех этих собчавчиков, всех этих мразей, которые пытаются нас внушить детям нашим, что вы... Давай лошадей не будем обижать тоже. Да. Давай про животных мы договорились, животных не трогаем. Не будем. Ну, ладно, все. Короче, я думаю, что молодежь, я знаю, где включить у них тумблер, и они сразу начинают вокруг озираться, и вот самое главное, чтобы молодежь понимала слово отечество. Это такое великое слово. Отечество. Вот когда человек молодой, я сам в свое время, когда дошел до этого отечества, у меня такое распахнулось. Такие пространства, такие миры наши глубокие, бесконечные, наша песня, наша сказка, наша вообще танец, пляс наш русский, что это уже невозможно никакое. Когда мне говорят, а чего тебе загранпаспорт не делаешь? Гранатику мне нужен. Я не поеду никуда из России, лучше на Байкал сиюжили, еще куда-нибудь или в Вологду. Чего я там не видел в Англии. И когда мне говорят, вот, надо учить английский язык, скажешь, скоро англичане русский будут учить. Русский будет учить. Аналогично, говорю, я лаять не хочу на чужом языке. У меня полковник у нас был, НВП преподавал, полковник, артиллерист, он говорит, никогда русские люди не лаяли на чужих языках. Только при необходимости, ну, когда уже совсем до них, до их уровня приходилось опускаться, чтобы что-то им разнесить. А так, разговаривая с ним другим. Вот, кулак сжимали и показывали. Все, они сразу русский начинали учить. Вот, молодец, у нас полковник был, как говорит, царство ему небесное. Он всю войну прошел. Так, а вот, что вот этого касалось, миллиард там золотой, пришельцы, глупости. Вот, смотрите, здесь очень интересная вещь. Есть жадные люди, которые просто на этом делают бизнес, то, что называется. Есть те, которые с этого бизнеса, крышу и бизнес получают свое. А есть те, которые дают установки. Вот те, которые дают установки, у них и так все есть. Им ваши деньги не нужны. Им нужно управление человеческим ресурсом, потому что на Земле самое главное, это не золото, не бриллианты, это в космосе навалом. Как там, если мы говорим про всяких пришельцев, про ануннаков, проще там планету золотую взять, себе притащить и пользуйся ей тысячу лет тебе хватит или миллион лет. Не за золото, если война идет, а именно из-за ресурса, то, что называется человеческий ресурс души. И вот, кто управляет этим ресурсом, тот и самый главный, потому что воспитание душ, это на всей территории, все миры, как раз идет вот атака через нашу Землю. Прошло обучение здесь, прошло обучение здесь, душа на Земле и вернулась в грустном средстве прародителям. И вот там она начинает творить те же безобразия, что здесь. Поэтому, если там безобразие творит, то и той планетой, той Землей, тем миром можно управлять. Вот куда прицел. Это надо, ну, если ходите, отдельную передачу мы на это еще сделаем. Давай прервемся, сейчас музыкальную паузу прервемся. У меня там пару слов хватило сюда. Хорошо, только не забудь. Все, ставлю теперь казачью песню. В эфире Народное Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 34 день месяца Юг и Служа, 7524 лета, неделя. Алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть. Такова тема сегодняшнего же эфира. Главный соведущий Сергеев Юрий Васильевич. Мы отвечаем на вопрос наших радиослушателей. Что-то хотел ты пару слов сказать в конце. Я хотел, как предвидел ты меня это сказать, позитивно о том все эти всякие пакости разговариваем о наркотиках и кубанское казачье войско. Вы знаете, я за прошлый год снял пять фестивалей казачьих и сборов по России. И вот позапрошлым году я снимал было два полка кубанскому казачьим войскам, а в прошлом году их уже дивизия. Можете представить, десять тысяч человек. Командир этой дивизии потрясающий казак без углы Иван Васильевич. И на этом сборе выступал губернатор, новый губернатор Кубани. Вы представляете, ему говорить не давали, десять тысяч казаков кричали Люба, Люба, Люба. Это вообще потрясающе. Такого путинского склада, такой патриот, вот такой все. И вот там в этом же я где-то дней пять варился в этом котле этой дивизии. Мы позапрошлым году за 24 дня расстреляли 24 тысячи патронов. Там и стрельба, там изучение минного дела, там кубанские казаки, они же Крым взяли. Кубанские казаки воевали в Сирии в июле прошлого года. Двести казаков кубанских положили там десять тысяч этих игл, и ее. Но самое интересное, у меня это на видео снято все, рассказ. Самое, что у нас не было ни одного раненого из двухсот человек, не то, что убитого. Ты сейчас военные тайны особо не раскрывай, это первое. А второе, что сейчас ты произнес фамилию президента, многие скажут, ну, очередные реестры там куплены и так далее. Там такое творится, ребята, вот ты знаешь, эти казаки все сидят на зарплате. Почти исключительно все. Значит, дружины, казачьи дружины, возьмем Анапа, день дежуришь, сутки дежуришь, трое дома, 25 тысяч в МСЭКО, разве плохо? 25 тысяч, день подежурил, трое дома хозяйством занимаешься. Вот, это все государство платит, потому что этих там хвосты прижали, все негры, которые там наколки делали, все бандиты, и там никакого национализма нет, все казаки взяли под свой надзор, под свой глаз. Вот помните, в Новороссийске, когда в Сочи шел, в Сочах был, когда фестиваль в Сочи, и там пусть и рай, там приехали, хотели провокацию сделать, и как казаки им там вломили по задним местам, я эту плетку держал в руках. Знаете, вот ты меня пугаешь тоже, какой ему штраф какой, вот этому казаку, который этой самой по заднице этой нагайкой плеткой нагайкой вломил, аж тысячу рублей он заплатил, это уже, все жалевые возмущались, там, нибудь с таким он прямо с такой радостью эту тысячу отсчитывал, есть за что заплатить, как будто и на шоу ходить надо, на тебе тысячу, я еще тебе тысячу заплатил, только привези еще разок их, да? Есть здоровое, здоровое казачество, и дай бог, что они трезвое казачество, они все боевое, настоящие воины, там, даже с оружием отходят свободно хранят его, где-то там сдают, но принимают участие. Ну, хорошо, если это все правда, как ты расскажешь, то я как-то так радуюсь за то, что наконец-то у нас здоровые такие силы появляются в количестве нужном и управление над ними здравое. Я хотел, кстати, сказать про этот ансамбль, который звучал. Вчера вот не поленился, сидел, искал ансамбли такие, которые фольклорные наши, потому что мало, к сожалению, хорошей музыки. А ты обратил особенности этого исполнения? Все-таки пели женщины казачьи песни, как правило, там или сводные хоры, или мужские ансамбли, а тут именно чисто женский ансамбль кубаночка. Я впервые услышал, чтобы женщины, только женщины исполняли вот такие песни, причем боевые песни исполняют. Это уникальный ансамбль в каком-то роде своем. Я тебе сброшу ансамбль кубанцы, вот он приезжает сейчас сюда, послезавтра он будет здесь, мы будем вместе выступать. И они написали уже несколько песен на моей стихии. Это я сброшу, можете использовать их в своей передаче. Ну что ж, низкий поклон, низкий поклон. Хорошо, давай дальше продолжим, то есть еще вопрос у нас есть. Так, про жадность и пришельцев разобрались, теперь следующий вопрос от Анастасии Рысь. Юрий Васильевич, есть ли информация о том, является ли сахар наркотическим веществом, и добавляют ли такой сахар в кондитерские изделия? Вот это я не знаю. Я знаю, вот мне один ученый сказал, я до сих пор не помню никак, что вы знаете, он сказал, в СССР, вообще, в России, рак начал с 1956 года. Это по его исследованиям. Значит, оказывается, в те годы, дрожжи при выпечке хлеба начали применять, представляете? И все, начался рак. Не знаю, насколько это правда, это непроверенный факт такой. Ну, почему же непроверенный? Есть эксперименты проводились, когда те дрожжи, которые, современные дрожжи, которые называют термофильные, берут, проводят эксперименты с крысами, и там рак, те, которые дрожжи употребляют, дрожжевые продукты, значительно быстрее развивается, так что, это не шутки. Потому что, вот как доказано, рак, это все-таки не простое заболевание, которое связано с какими-то там изменениями в природе, это влияние внутри, какие-то инфекции, грибки и так далее. А ведь дрожжи, это и не бактерии, и не грибки, это между ними, и они могут как раз воздействовать на многое другое, на герпес, на тот же самый, и когда вместе соединяются, там образуются опухоли, и это все проверено. И вот как раз тот самый рафинированный белый хлеб, булки, да, на этих самых дрожжах термофильных, это вообще отрава, это смерть. Имейте это в виду все. Мне же бездрожжевой хлеб. Да, 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 но сейчас нашлись умельцы, которые пишут бездрожжевой хлеб, а внизу в составе написано все равно дрожжи. Дело в том, что бездрожжевой хлеб это зарегистрированная марка, так что вот неоднократно уже говорил, следите за тем, что написано в составе, а не читайте наклейку, потому что часто бездрожжевой хлеб это является названием фабрики или предприятия, которое это, ну, зарегистрированная марка. Так что не попадайте на это. Вот я бездрожжевой хлеб казачий, вот я пример приведу, это подлинная история. Вот снимался фильм «Кубанские казаки» в станице Курганинской на Кубани, в те еще 50-е годы когда-то. И традиция осталась. И вот мне товарищ рассказывал, значит, традиция какая, что собирали все колхозы, совхозы, богатые же на Кубани были, уже после уборочной. И вот там ярмарка шикарная была в Комт-районном центре, значит, продавали там и арбузы, и все там. И были скачки. И вот скачки, и один кубанец с газарями, такой молодой, лет 25, всех победил. Первое место занял, а приз, знаешь, какой был? Пианино. Ну, такой, пианино его родили. Ух ты, хочешь сказать, ух ты. Да, ну и, короче, идет он по улице, девки вокруг, аж ногами перебирают вокруг него, идет такой. И вдруг дедок с клюшечкой, мне товарищ рассказывал, что он прям видел это все. С такой клюшечкой, глаз у него такой разрубленный оказался, в гражданскую войну порубили глазок, и говорит, Петька, а ты вот хлеба, булку нашу, кубанскую, разрубишь, запросто дед. Он дам, нюська, внучке или правонечке, ну-ка бегом в хату, принеси хлеб, бабка только вынула с печенья, да на табуреточке, на полотенчик положите. Выносит эта девушка табуретку, на табуретке полотенчик и хлеба, бей. Ну, тот кубанскую шашку выхватывает, бабах, по хлебу. Она на метр подскочила, перернулась и опять упала. Не разрубишь парной хлеб, такой, который с печи, его нельзя, невозможно разрубить. Он три раза пытался, и потом, говорит, дед, так это невозможно, нельзя его разрубить. Дед, ну-ка, дай-ка себе. И я, говорит, я стоял рядом, и этот Миха поймал. Когда он костылек отбросил в сторону из-за шашку-то, ручкой, его аж как судорога передернуло. Все, понимаешь? А уже сил-то нету махнуть даже ей. И он так коленкой, как снизу, даст, дед, этот шашка. Динь! Хлебушек пополам, полотенчик пополам и табуреточек пополам. О, говорит, еще не забыл. И тут народ как взрывет, отдать пианино деду. Он говорит, на кой нам не нужен ваш пианино? То есть, какие мастера были, это настоящий характерник, какой, вошел он в состояние, разрубил сразу все. Такой уже возраст был, говорит, под 90-ми. Да, сейчас ты расскажешь про хлеб, а у меня-то в хате хлебом пахнет, женушка печет хлеб без дрожжей. Да, добро. Вот у нас же в детстве, я помню, в каждом доме был свой хлеб. Бабушка в три часа вставала, вот тут все на хмелю было, никаких дрожжей не было все. И мы кусками менялись с соседскими ребятишками, собираемся там, куски раз, мы считали, что у них вкуснее хлеб. Действительно, были все такие мягкие, пушистые, белые, но все равно по вкусу, где-то по запаху были другие. Хлеб – это великое дело. Ну, так вот, по поводу сахара, значит, давайте просто разберемся. Если мы говорим про рафинад сахар, то любое рафинированное вещество – это все-таки вредно, это наркотик, любое рафинированное вещество. Если мы говорим про природный сахар, то в этом случае тогда это уже не является наркотиком. Это первое. Второе. Наркотик вызывает зависимость и изменения генетические, а продукт, он не влечет генетические изменения, любой продукт является питанием организма. Поэтому, когда вы вот эти вещи понимаете, отличие наркотика от ненаркотика, тогда все становится в свои места. Но рафинированные продукты – это смерть для всего нашего человечества. Вот это надо учитывать. Поэтому никогда рафинированных продуктов на Руси в древности не было. Всегда употреблялись в том виде, как они были. Давай дальше. Следующий вопрос от Владимира Заметича. Юрий Васильевич, онлайн-игры и социальные сети – это ведь тоже наркотик? Да. Ну, давайте мы вернемся немного назад. по годам там все. Я вам дам интересную информацию. Я собирал такой был семинар огромный был в Новосибирске по контрпропаганде массовой культуры. Это 1985 год. Представляете? Нас там машина девятка егала, под коленки била Буфера. Говорит, ну, вас убьем, вы отсюда не уедете. Давайте начнем с самой страшной наркотик, которой поражается наша молодежь. Это тяжелая музыка. Хэви-металл. Рок-музыка. Ведь же как нам внушали? Помните, в детстве, в юности вернее, что битлы – это гении? Ребята, официально и говорю, и могу предоставить доказательства, что битлы – это никто. Потому что за созданием группы Битлз стоял Баварский орден иллюминатов от масонской ложи. И вот почетный член Баварского ордена иллюминатов Аллен Гейнсберг приехал в Ливерпуль, нашел этих мальчиков симпатичных и начали их натаскивать. По голосам подобрали и начали натаскивать. Когда они уже создали фирму Apple, а Apple – все это грехопадение, это надкушное яблоко. Кстати, на айфонах Apple, везде надкушное яблоко это символ грехопадения. У них ничего просто так не будет. И когда Битлов так раскрутили, что они создали знаменитую свою пластинку «желтая подводная лодка», опять ничего ни единого слова лишнего. Желтая – это символ наркотиков, подводная лодка – символ наркотиков. И они впервые, концертный зал был большой, Битлы впервые развивали рты, а не пели. Крутилась эта пластинка, которая была сделана специально. Значит, песни вот эти Битлов были, а обратно, совершеннейшей по тем годам аппаратуре, по этой же дорожке, была так называемая фрактальная запись. Позывы к сексу, к вандализму, к убийству, к террору. Представляете? Это пробой на подсознание. Если сознание может что-то отвергнуть, подсознание не может. Что там началось в этом зале? 16 трупов. Там такое все переломали, перебили. А тогда еще вся девушка камлаят около певца там стоят и верещат и руками там трясут. А тогда они сидели еще, было еще начало эры Битлов. Так вот, официальный документ. Четыре ряда в этом зале были отвинчены и сожжены, вывезены и сожжены, потому что из девушек вытекло все, и первое, и второе на эти стулья. Представляете, какой удар по подсознанию, по раскрепощению и по всем. Причем фрактальная запись они работают не только на каких-то древних таких проязыке. Там может немец с ума сойти, русский и француз и все прочее, прочее. Действует на всех. И когда Битлы так посчитали, что они такие гениальные, что их орденами королево наградило, и чуть за ними стояло 12 институтов. Можете представить? 12 институтов. которые работали от всех этих Рокфеллеров и прочих вот этих миллиардеров. Для чего это было вообще создано все? И Роллингстоун, и Битлы. Для того, чтобы молодежи, молодежи, новое поколение молодежи, никаких там революций не устраивали, ничего. А всех их слить в канал, сточную каналу. И они слили. Понимаете? Слили в сточную каналу эти молодые поколения. И поэтому мы собирали в Новосибирске большую конференцию и были с Минска, когда Единый Советский Союз был, с Минска были ученые с Минского 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 Минского. Они мне еще диски, кассеты подарили, которые оттуда они привезли. Они провели эксперимент, уникальный эксперимент. Значит, тысячи ребят, помните, эти были еще начало, когда наушники были, вот эти все еще висячие магнитофончики такие небольшие, когда первые Битлов, там все равно. Ну, плеера там, да, такие. Плеера такие у нас. Они их собрали в пионерлагере. Прямо доклад делали. Но, пожалуйста, общайтесь, говорите, никаких плееров, никакой прослушки музыки, причем контролировали, чтобы никакой прослушки музыки не было. Вот это тяжелое хэви металл рука. На третий день начались, медики доклад делали, начались такие признаки наркотического хумара. Потекли у них сопли, слезы, понос. Ломка называется. Ломка, да. Ломка, хотя они наркотики не употребляли. Понимаете? Потому что они доказали, вот эти медики с Минска доказали, что тяжелый металл это наркотик. И вот посмотрите, вот ездят, вы, наверное, ездили на машинах, когда едет машина, там динамики такие стоят, она шатается. бум, 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 бум. Так все же сделал очень тонко там. Не просто так, бум, бум. А вот этот ритм подобран под аритмию, под сердце, инфарктное сердце. Вот ритм инфарктного сердца, и вот в этом бум, бум. Я не уверен, что долго проживет человек, который едет в этой машине. То есть работают, работают на, станисты, работают на уничтожение и молодого поколения, и на все, смотрите, что творится в Донбассе. Это же просто, там же, ездят специальные машины, фольксвагены, транспортеры, и, вы же слышали, считали, наверное, изымают все органы, потрошат и убитых, и раненых, ну, 70 тысяч долларов одна почка. Ну, кто устоит? Поэтому сатанизм, нам нужно объединяться, иначе эта вся мразь придет к нам сюда в дом. Мы сейчас беспечные очень-то. Придут, начнут курежать и наших детей пилить на запчасти и все ломать. Попытка была уже, 90-е годы. Кстати, вот, Анастасия Рысь написала, кстати, про Белтлов, Джона Ленна как раз застрелили за то, что он пытался рассказать правду. Ну, как один из вариантов. Правильно. Да-да-да. Ну, в общем, мы выяснили, что зависимость, она может быть не только от того, что человек что-то поглощает в себя, но и то, что слушает, и то, что смотрит. Это тоже наркотическая зависимость, может быть. Так, следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Как, по вашему мнению, известного человека и писателя, общественного деятеля, христианина, казака, строить массовую всероссийскую акцию, референдум о запрете алкоголя, табачной продукции, признание их на законодательном уровне наркотическими веществами, возможно, под вашим руководством или с вашей подачей, как авторитетного человека, как, к примеру, обращение к президенту, как гаранту Конституции, к человеку, который имеет право назначать референдум, или к митрополиту Кириллу, и к другим духовным, конфессиональным лидерам, которые в силу своего духовного сана и степени влияния на общество и политиков могли бы повлиять на сознание людей и кардинально избавиться от этой чумы, курива, алкоголь и так далее. Готово, созрело ли общество России в настоящий момент к такому шагу? Благодарю. Знаете, молодежь созревает, созрела уже молодежь, поэтому очень многие, если алкаши были отцы, то дети не курят, не пьют. Вот это, вот мне любимый, знаете, какой, я часто нахожу, флешмоб, за прошлом году было в Новосибирске, флешмоб, молодежь танцует там в центре, посмотрите, это фантастика просто, это так заводит, здоровая молодежь такая, все удивительно, и я обоими руками за, если что, во-первых, обинет даже не вокруг меня, я слабый для этого, вокруг Жданова надо, потому что это такой воин, и вот это действительно, надо поднимать, писать, добиваться, пробивать это дело, потому что, и когда, тут, русскому человеку нужно образец для подражания, вы знаете, когда я написал, вот, «Княжий остров» и там, «Казачьем спасе», я только в одном месте читал про «Казачий спас», но в детстве-то я видел этих людей, это был одесский такой, без клуба, а сейчас попробуйте, откроете «Казачий спас» в интернете, там все забито, нужен образец для подражания, нужен герой, который не курит, не пьет, нужно молодежное, ну вот представьте, как это легко делается, в Самаре, например, там уже сотни, тысячи ребят, которые здоровый образ жизни, надо нам объединяться, надо объединяться и делать свое, Россию, новую Россию, я, знаете, вот собрал в прошлом году девчонок, вот у меня было 136, молодежи такие, 12, 13, 14, 15 лет, я их всех девчонок из этого, из молодежи, усадил за стол, в столовую у нас прям такая накрытая, кухня военная полевая, дал им методики вот эти против курьего, против водки, против пива, а потом говорят, девки, они уже, знаешь, сидят, слушают, на вас возлежит великая миссия, а не какая, вы должны, обязаны, родить новую Россию, трезвую, трезвую Россию, здоровую, и не менее 10 казачат, каждая, ну, они так это все, хмыкнули, то сюда, значит, ну, вот, что значит, на раскрутительное подсознание, через два месяца, я сейчас напишу новый роман, о Зовском состоянии, еду с Ростова, с Кунцев, это знаменитый наш казачий круг, ансамбль, мне звонит, ты где? Я говорю, в Ростов выехала, за Ростов, заезжай домой к матушке, пару мешков картошки, ну, что там, крюк небольшой, я заехал, а тут оказалось, там, на родине, на моей, библиотеку моего имени, уже 30 лет стоит, имени писателя Сергеева, я еще 30 лет назад говорил, говорю, вы хоть бы это подождали, когда помру, ну, так же на библиотеку районную, и там, значит, мне Малахова Татьяна, замечательная такая, говорит, Юрий Васильевич, тут у нас, в хуторе Белогорском, 80 лет колхозу, представляете, они сохранили колхоз, Белогорский, вот, и так живут нормально все, и скотин у них, и птицы там, и все прочее, то есть, не подали с ними вот эти ломки общие, сохранили колхоз, вот, и они юбилей, мы приезжаем, какая-то девица поет на сцене, такая здоровая, мини-юбки, знаешь, все, мы со скунцем нас вперед, как почетно, гостей усадили, и вдруг, знаешь, шторы так, на сцене висят, боковые, одна штора отодвигается, молодая, симпатичная девчонка, лет 17, рукой, ладошкой мне машет и подмигивает, головой так и подмигивает, и машет, я глянулся, думал, за мной какой-то, значит, это самое, молодой ухажер сидит, свержник, нет, мне машет бы, я думаю, это гордынь-то какая, думаю, ничего себе, деду старому, девчонка еще подмигивает, из зала тоже заметил это дело, то на меня, то на нее глядят, скажут, что за кадр приехал такой, и вот кончается концерт, она ко мне подлетает, говорит, Дюйрю Васильевич, спасибо вам огромное, я говорю, уже не упомню, 50 человек было на том, за тем столом, мы шестеро были, от Белогорск, на вашем семинаре, приехали в хутор, провели собрание, почему она так, четко все, жестко, все бросили курить, знаешь, признала, что они в 17 лет курили, и сейчас мы уже, говорит, все организовано, смотрим за дембелями, а у нас, говорят, ребята не пьющие приходят, вообще-то не очень, не увлекаются, выбираем себе мужей, и не менее 10 казачат каждый, и мы поклялись, думаю, есть, ну что ж, да, позитивно, давайте на этой позитивной ноте прервемся на музыкальную паузу, В эфире Народная Славянская Радио, ответы на вопросы, Продолжаем разговор, итак, продолжаем разговор на Народном Славянском Радио, 24 февраля 2016 года, среда по одному из современных стилей, а по одному из старинных, 34 день, месяца в юг и стужи, 7500, 24 лет, неделя, алкоголь, табак и другие наркотики, такова тема нашего сегодняшнего эфира, вернее, не просто, как, просто мы говорим про наркотики, как они есть, и как о них избавиться, как осознать, что это такое, и главный соведущий Сергеев Юрий Васильевич. Вопросы продолжают к нам поступать, но мы не будем затягивать эфир, так что я выберу те, которые самые такие вот интересные. Вопрос от, человек представил, Миколаевич, я владелец виноградника, сам не пью, куда можно вино деть, продавать нет желания. А что, надо его просто как виноград продавать и все, или соки виноградные, давильные, поэтому, вино не надо делать, потому что она потихонечку затягивает, есть столько радости, столько любви в нашей жизни, что можно обходиться без всего этого, понимаете? И вот хочу прочитать три своих стихотворения, маленьких, а не короткие, это как раз ответа будет на вопросы Николая и Владимира, Казаки же не только могут шашкой махать и рубить, но и любить могут. Когда сквозь жизнь и зной идти устану, и буду думать только о воде, я припаду горячими устами, мой мир, мой ключ святой, я припаду к тебе. Когда в боях приму смертельные раны, еще мгновений быть большой беде, я приползу и вновь здоровым стану, мой мир и вся вселенная в тебе. Когда настанет срок, и обуявит старость, и миг придет упасть в моей звезде, я на молитву пред тобою стану, мой мир и вся вселенная в тебе. Когда ж на суд пред Богом я предстану, у высшего царя, святых небес, просить пути единственное остану, мой мир, моя вселенная к тебе. И вот следующее дарение. Любовь, как путеводная звезда, сияет, если ваше небо чисто, она дается Богом навсегда, в житейском море благостная пристань, любовь, живая и светлая вода, она от зла и смерти воскрешает, пред ней бессильны зависть и беда, от сглаза наветов отрешает, любовь святого духа чистый дар, укажет путь в душевную обитель, она зажжет молитвенный пожар, сгорят оковы в нем, вы не сгорите, любовь, как путеводная звезда, в ее лучах себя не уроните, неспосланную Богом благодать, примите от небес и сохраните, любовь, как путеводная звезда, сияет, если ваше сердце чисто. Вот почему я о любви прочитал, два этих стихотворения своих, у меня была удивительная встреча была, я собирал материал о 25-летнем казачьем полковнике Васичеву на Тереке, проехал в Сетерские станицы, это 67-й, ой, 87-й год, и вот нашел дом, где этот родился, вырос в станице Николаевской, Васичев Александр Арсеньевич, героин в 25 лет, тоже был полковником казачьих войск, с турками в 16-м году воевали, 14 ранений у него было, очень удивительное, и вот я ехал через станицу Микенскую, и вот еду, сидит бабушка на скамеечке, на карше, как у нас говорят казаки, играет в гармонии, играет песни казачьи, я машину заглушил, подошел к ней, диктофон вытащил, а она как будто меня не замечает, играет, причем настоящие казачьи, старинные песни, под гармонию, ну, я подсел к ней, и говорю, записать можно, а она как-то не понимала, что это, что-то записывает там, ну, там рассказала мне о Васиче, или что, что помнила, она 900-го года была, это 87 лет уже было, вот, и потом, так, Игорь у меня по плечу, шлеп ладошкой, и говорит, мил человек, а это я родила 21 дитя, и все живые, представляете, 21 дитя, и все живые, вот, так жалело слово казака, у нас у казаков не было понятия любить, жалеть, что, скрипнет калитка, я на улицу вылечу, как ласточка, ему повисло на шее, и вот, говорит, что я характеру, удивительно, говорит, возьмусь, а он комбайнером, трактористом работал, соберусь стирать его из подней рубахи, можете представить, из подней рубахи, или этому трактористу, комбайнеру, они жёлтые все, а я, говорит, ещё не намочив, прижму к лицу, и надышаться не могу, как ландышем пахнут, вот какая любовь была, а сейчас мы феромоны, там всё прочее, и работал, вот с работы, говорит, прихожу, тоже затемно сработаю, за трудодни работал, можешь представить, 21 ребёнок, а работает в поле, а они все, мазаны, по-нашенски, по-казачьи, грязные, кто на сене спит в яслях, кто шашками дерётся, кто на крыше, ну, 21, знаешь, они же это, она же, я их стал путать уже, где Мишка, где Никишка, и потом, сейчас, говорит, всех зовут к себе жить, уже есть семьи у всех, я, говорит, самая богатая бабка, у меня 116 внуков, и правнуков, можешь представить, и она с такой гордостью, вот она, вот она, это самое, какое там вино, какое там, у тебя чехиль, хорошее вино они делают, но за какое там вино, когда любовь, превыше всего, понимаешь, и вот я говорю, ну, а чего же не едешь жить, ты живёшь одна, я как понял, одна живёшь в этой избушке, избёнка такая, старинная, венобитная, одна, все зовут, не еду, ну, а чего не едешь, ты что, спятил парень, а на кого же его брошу, я говорю, кого на кого бросишь, ну, как, вот жду, когда скрипнет калитка, выглядывая в окошко, 10 лет назад ушёл, и не идёт, умер муж, послышишь, я каждый день у него на могилке, дождь, снег, там, вьюга, я каждый день у него на могилке, и вот, говорит, вот, представляете, какая русская душа, какая русская любовь, какая джалость, как жалеть казаки, вот мы на что, должны ориентировать своих детей, на будущее, на семью, а не на каких там этих, голубых, этих лесбиянок, я, значит, ты хоть говорил, но я тут немного, что про лошадей нельзя говорить, опять ты за своё, ну, давай займёмся лошадьми, давай, ну, ты немножко даже тут, ну, кто поймёт, кто не поймёт, вот, когда Кандализа Райс, значит, начала наезжать на Россию, всякую пакость, я в интернете выбросил, когда прочёл, кто она на самом деле, она же лесбиянка, у неё 25 лет, она построила дом, жила её там, любовница, любовник, как там всё, она ездила к ней, и я ей дал кликуху, это очень хорошо, она пошла, эта кликуху, мандализа Райс, вот, и вот нам пытаются внушить, и поселить, что какая-то, тот же этот, президент Америки, ну, что он может сделать, или там, был у них эти разные, что он может, по сравнению с нашим, с русским народом, вот, вот, это уже всё мерзость, поэтому нам надо поднимать своих детей, воспитывать на песнях, на литературе, на культуре на своей, работать с детьми, в игры, вот сейчас, в этом году будет у них лапта, и, надо воспитывать детей, вот, надо работать с ними, а просто так, они не станут русскими воинами, воинами духа. Здесь вот написано в чате, что сейчас каждую неделю уже в крупных городах, но в Москве в частности, проводятся русские вечерки, народы с каждым разом всё больше и больше приходят, то есть просыпаемся, очень весело, хороводы, игры, пляски, мастер-классы, ярмарки живых продуктов, самая живая музыка, душа радуется, нас всё больше и больше, просыпаемся, возрождаемся. Я, кстати, здесь тоже делал такой анонс, сам ездил на вечерку в Москве, там и с людьми общался, делал интервью, в общем-то вижу, есть интерес, просыпаются люди, причём самое интересное, был я на северо-западе Москвы, а люди приезжали с юга, с запада, Московской области, то есть я спрашиваю, о чём такой крюк-то, что там рядышком нет, говорит, вот тянет сюда, не можем, вот как один раз, говорит, подсели, вот, говорит, наркотик, вот это наркотик, как подсели, так и ездим. Да и всё-таки, давай вернёмся к референдуму, как ты думаешь, если вот такой клич кинуть через известных людей, ну, собрать известных людей, сказать, идите к президенту, идите к патриарху, идите к другим известным людям, давайте соберёмся, сделаем референдум, ведь президент имеет право подписать указ о референдуме, что о том, что давайте мы вот сделаем, как ты думаешь, это повлияет как-то в положительную сторону, или это будет, ну, провели, ну, знаешь, очень много будет хихикать, ну, это ладно, пускай, лиха беда начала, ведь же, когда я начинал этот семинар свой, понимаешь, было всего там, ну, немножко народа, а сейчас уже мы не помещаемся на поляне, все прочее, нравится вот у нас школа казачьей песни, школа казачьего танца, пляса, и сухой закон, и вот это в основном и привлекает людей, понимаешь, ко мне милиционер, первый год, когда я прошёл, неделя, семь дней, подходит милиционер, который администрации поставили, ну, чтобы там контролировал, чтобы местные не лезли там пьяные, и он говорит, что за народ здесь, Юрий Васильевич, я что такое, ни одного пьяного за неделю не видал, и курить-то один только подошёл, стрелян, и не курят, и не пьют, потому что, когда здоровое начало, когда начинается песня, когда пляс, когда вот наши традиции, а там девчонок мы учим и пеленать ребёнка, и варить щи, и всё прочее, вот эти, все наши традиционные культуры, русскую, ну, это прям не докурило, ты знаешь, позапрошлому году приехали из Сомска, хорошие детки такие, в русских славянских одеждах, человек 30 их было, наверное, приехали там, они там, значит, нарядятся, так ходят, там принимают участие в семинарах, а в конце их старшая, а в конце этого семинара, через неделю ко мне претензии, говорит, Юрий Васильевич, ведь мы приехали познакомиться с казаками, а за неделю так никто и не подошёл, я говорю, слушай, извини, ради Бога, не до вас, не до вас, видишь, ночной пластуновский бой, вот, школа казачьей песни, школа казачьего пляса, вот принимают участие, а там любовь это крутить, это некогда, некогда, надо поспать и утром опять, то есть в чёрном теле держишь казачков, понятно, я не держу, они сами держат друг друга, добрые в этом все, ну, хорошо, здесь вопрос ещё про Сурицу, про Сури, ну, ты уже частично сказал, так что, думаю, этот вопрос не будем озвучивать, хорошо, у нас такая душевная беседа получается, и у нас до завершения получаса остаётся ещё 15 минут, можем, наверное, с тобой уже подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Нет, знаешь, про Сурицу, постой, про Сурицу, а ну, давайте, давайте прочитаю, чтобы ты тогда уже полностью этот вопрос услышал и ответил, значит так, Данил задаёт вопрос, здравия с ведущим, Юрий Васильевич, какие есть у вас сведения или умозаключения о Соме, Сури, Сурице, о Мрите, о Мрозе, нектару богов, это один и тот же напиток богов, но в разных народах, или всё-таки разные напитки по химсоставу? Я расшифровал рукопись неизвестной науки, и там вот прям расписано, от семи источников, ведические тоже святые источники были, берётся семь частей долей воды, сливается в ступу, ступа внутри обита серебряным листом тонким, с этим. И вот, значит, и туда добавляется, значит, я уже сказал это, значит, грябину, грябину поджарный, мелко помели, готова сыпать надобно. И если стрела в глаз занудила, тогда, значит, но перед этим её надо пахтать. Вот в серебряной ступе пахталась эта вода, посмотришь, энергетика себе мест. Ну, это то, что называлось толочь ступу в воде. Да, да. Толочь воду в ступе. Толой-толой в воду в ступе. Да, это пистец-то, был золотой, представляешь? Вот серебро, насыщалось ещё ионами серебра и золота, вот это всё просто. И вот, и никакого там не было ни спиртного, ничего. Но вот староверы до сих пор это держат, эту традицию. Я вот был, вы знаете, я снимал фильм в этом, в Туве, и в Верхове Несея там Джей, как-то забыл, да, деревня Джей, она прямо на Венесее, такой бурный Несей, такие камни огромные с дом стоят. И вот с той стороны, и вот заезжаешь, когда в это селение, староверческое, ты знаешь, аж дух захватывает. По улицам, как грибов, белоголовых ребятишек. Там в 18-19 лет она уже замужем, а уже в 22-23 года уже пятеро, то и больше детей. Не курят, не пьют. Такой вот, вообще, какой-то такой поразитель. У меня на сайте есть, вот, фотосайт мой, вот, ArtLip.ru, посмотрите там, и вот там есть фотографии этих людей, молодых людей. ArtLip.ru, и там на букву F Сергей Юрий Васильевич, тысяча фотографий моих. Я одну фотографию написал, подписал, генофонд, русский генофонд, так ее вычеркнули, русский генофонд, что, дескать, это такая румяная, здоровенная девка, 16 лет, и она такая вся, кровь с молоком. Они подъезжают, мы стоим, у меня маленький такой оператор был на видео. А, кстати, в Туре, в Тайге подъезжает Yamaha мотоцикл, вот этот, знаете, дорогой, который 30 тысяч стоит, долларов, здесь в Москве. Парень сидит сзади, а эта девка сидит за рулем. До колен захлюст на все грязи, они же не по асфальту ехали, там, по Тайге, по дорожкам, по всем. Она зашла, Венесей до колен прям на себе джинсы так вымыла, подходит и сверху вниз смотрит на нас, а так метр восемьдесят пять, метр девяносто просто. Что делаете-то? Я говорю, кино снимаю. она же таким, знаете, потрясающе, надо слышать, говорит, девя-то какая, девя-то, удивление, девя-то какая. Ну, ладно, снимайте, так что очах вот такой сохранился, здоровый, поразительный. Ну, понятно, давай в Суре вернемся все-таки, значит, это ступа, обитая серебром, золотой пестик, туда наливается вода семи источников, после этого кладутся туда сушеная, жареная, мелко измельченная рябина, пахтается, что-то еще добавляется туда? Ну, травы еще не добавляли, но там не указано в этом источнике травы. Я могу прислать желающим, я могу прислать этот кусок, который я расшифровал рукопись, и вот там прям подробно, она буквально на страничку. Хорошо, дальше что делают? Попахтали, дальше что делают с этим? А дальше Суру, сома в травах квашеной, вот, например, вот это праздник, ведический был такой праздник, значит, Дарбга, вот, когда вырастала трава, чтобы можно было горсть высотой, весна, то есть, трава только поднялась, и вот радость была, хороводы возили, водили, рвали эту траву, бросали встречу солнца, встречали солнце так, и пили вот эту Суру, и сома в травах квашеной, понимаете? Это был такой энергетический напиток, который никакого ни пива, не надо было. Но все-таки Сурия, Сура, если мы так рассматриваем, это связь с Солнцем, то есть, там еще для того, чтобы это все было нормально, ее не в темном месте настаивали, а за счет солнечного света и насчет тепла солнечного. Ну, вот Самара, например, город, Сома-ра, напиток богов, Сомара, ты там же еще едешь к этой Самаре, там куча этих рек, таких же вот, и Сурия есть река, и все прочие, это древние такие места, за Пензой туда, между Пензой, и вот, очень интересные, Жарникова, здорово расписывал, читайте Жарникова и станете русскими. Хорошо. Ну, ладно, а вот, ты знаешь о том, что вот по-разному называлось, где-то Сома, где-то Сурия, где-то Амрита, где-то Амрозия, Нектар богов, вот это одно и то же, или все-таки это разные напитки? Ну, я не знаю, в том источнике, который, вот там расписано, вот, в травах Сура, Сура в травах Кваш, и Сома называл, Сома. Сома и Сура. Да, Сома и Сура, да. Ну, ладно, хорошо, все вопросы мы с тобой прошли, давайте, наверное, в заключение от себя что-то еще скажем по теме алкогольного нашего безобразия, который сейчас творится с нами, со всеми, и в заключение что-то пожелаем, наверное, нашим радиослушателям. Ну, да. Ну, я вообще могу пожелать нашим радиослушателям. Вот, когда в магазин вы придете, водочный, и вот рядом постойте, ладонью, и коснитесь этих вот, с водкой, и вас обожжет холод, который, смертельный холод, который идет от этого китайского спирта. Просто ледяное. А мне еще передали характерники, такие способности, кожное зрение, руками чувствую, вижу. Вот, я просто не могу, иду меня, как в ледяной купеле. По ряду и двух магазинов, где водка продается. То есть, это просто оружие, которым уничтожается наша нация русская. И не только русские, но и татары, которые у нас. И вообще, татары считают, мы одной нацией с татарами. Поэтому ни в коем случае не берите даже в рот эту пакость. сигареты, девчонки, когда бросьте курить, от вас же будет аромат такой девичий все. А сейчас что? Сейчас пепельницы ходячие. Ходячие пепельницы, да. Какие пахучие были, помню, 17 лет. Елки-палки были. Такие. Мы в третью лишнюю играли. Как встанет вечером перед тобой. Там же бегать надо было. Не надышишься, девушка, не надышишься. Такой аромат идет от нее. А сейчас намажется тут в лифте. Как-то с одной дамой ехал. Чуть не задохнулся. На ней столько разных этих. Наверное, ведро вылил на себя вот это все. Воды специальные как бы там ароматные. Я думаю, что мы победим. И вот это все пьянство и даже наркотики от нас отварятся, осыпятся трухой. Короче, жалко, что невинные, наивные люди, которые вот на моде входят в этот шоу, еще чем покупают, дескать, вот, слабо тебе там выкурить сигаретку, слабо тебе попробовать спасть. Да не слабо. Наоборот, сейчас модно не пить, модно не курить. И посмотрите, как только вы бросите курить и пить, как девчонки на вас начнут стойки делать. И девчонки, когда бросите курить, не перестаньте быть пепельницами, здоровые ребята вас увидят и полюбят. Это главное. Семья, дом, ребенок. Ну, хотя бы не 21 дитя, но десяток-то надо рожать. Россию надо расширять. Да, иначе кто-то слезет с пальмы и придет на наши места. они уже в Европу пришли. Ну, пришли. Так, ну ладно, про зверушек не говорим. Хорошо, благодарю тебя за столь содержательный эфир. Я от себя вот что хочу сказать. Когда ты говорил про всяких Маргарет Тейчеров и Кандалисы, вот этих мужеподобных созданий, непонятного образца, вот, то как-то там они говорили в свое время, что России должно остаться 15 миллионов человек. Переспросили 50? Нет, 15. Понятно. Почему? А потому что вот так мы в Европе видим, Россия не заслужена владеть столь большим богатством. Поэтому надо, чтобы там уменьшить и чтобы цивилизация пришла и владели цивилизованные люди, а не аборигены какие-то. Много делалось гадостей всякой. В конечном итоге эти существа поняли человекообразные о том, что Россию в лоб не сломить, о том, что русский дух просто так не сломить и то, что генетическая память у нас сильна. И они предприняли давным-давно еще, когда это все поняли, они предприняли другой вариант. Для того, чтобы уничтожить генетическую память, нужно уничтожить генетику. А генетику можно уничтожить как раз генетическим оружием. То есть, устроить геноцид. И вот, когда какой-то папаша перед своими детьми выпивает и показывает им пример, это преступник, а не папаша. Мало того, что он сам показывает пример, так он еще и плодит тех, которые уже будут с генетикой нарушены. А генетика нарушена это нарушенная генетическая память. А если нарушена генетическая память, то в этом случае ваше место уже будет на пальме, рядом с другими обезьянами. Вот и решайте, кто вы, человеки, достойные того, чтобы называться азами, наследниками богов, с русским духом, по ведической нашей основе жить, хранить землю-матушку. Или все-таки вы существа второго сорта, как некоторые там высказывали в свое время, и то, что вас все время от цивилизации там это окормлять, чтобы вы становились на путь истинный. Вот думайте просто, кто вы и понимайте, для чего вы здесь. Ну что ж. И помните, что русский значит трезвый, казах значит трезвый. Все. Это железное правило зарубить все на носу. Это самое главное. Напомню, что сегодня у нас 24 февраля 2016 года среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных 34 день, месяц в юг, истужа, 7500, 24 лет, и неделя. Алкоголь, табак и другие наркотики, как они и есть, такова тема сегодня же нашего эфира была. Главный, ведущий Сергеев Юрий Васильевич, низкий поклон тебе за участие. И низкий поклон всем тем, кто принимал живое участие в чате нашем, потому что столь много энергии было выложено, столько много и хороших пожеланий, эмоций, вопросы были правильные. Позавидовать можно мне самому, что я с такими интересными, хорошими людьми общаюсь каждый вечер. Низкий поклон вам всем. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я готов работать. И далее. Народное славянское радио Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok